стрим первый стрим в этом году да так давайте проверим точно ли она запустилась и работает так ссылка должна быть правильный сейчас youtube должен заработать надеюсь тогда все я вижу свое лицо слышу свой голос значит все работает привет всем привет с вами denis major первый стрим в 2023 году и добрались до этого года клёво так сейчас я значит везде ссылка ссылка смотрим 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 привет 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 как дела как вы все как новый год встретили рассказывайте я пока тут пригласики по накидаю как думаешь будет лучше поиграть на эмуляторе в 20 fps mario одессе или подождать купить nintendo switch не ну 20 fps это конечно совсем не играбельно учитывая что он 60 fps все-таки работает ладно потом работал в 30 и ну и ты такой у меня типа 30 с просадками можно намутить ну и ладно а так как все таки игра работает на самом свече идеально идеально просто идеально то мне кажется надо играть на свече привет из обновленного каплей да горизонтальный чатик добавили видишь специально наверное сидели слушали что на стримах denis major рассказывают зрители про вк плей и решили обновить серьезно я даже никому ничего не передавал ну в принципе чего логично да хочешь развивать свой продукт улучшай улучшай по всем параметрам что сидит на стриме мы общаемся сегодня стриме как бы у нас не то чтобы знаете именно там какая-то игровая программа и не знаю мне кажется надо просто отдыхать просто время проводить так давайте-ка я на dtf тоже оставлю этот самый вот как и обещал вот и запускаю стрим вот так вот вывести в ленте вывести в ленте все публикую и поехали уже нормально общаться о дедовск уже привет словно не было никакого нг но да у меня знаете вчера странное настроение было мне даже не хотелось еще никакой кино смотреть то есть я наверно один из первых новых годов когда я не смотрел один дома я удивился с новым годом из дедовска спасибо всех с новым годом живите долго процветайте известный инсайдер обещает f-zero gx ремастер двадцать третьем году что скажешь об этой игре ну игра то потрясающая игра потрясающая я помню что когда шагира миомото спрашивали типа чё бы вам не сделать новый вообще-то и в зиро он сказал так а мы блин не знаем чё еще туда пихать и я тогда сказал а чё бы вам ну не ему а в на стриме мы тоже общались игра чё бы просто ее не переиздать она до сих пор офигенно выглядит f-zero gx это геймкюбовская f-zero которая выходила блин какой год 2001-2003 вот такой вот короче ну 20 лет назад что игра вышла и ее издавала сэга или делала я не помню кто там нет сдавал то нинтендо естественно дело помню сэга и когда она вот сейчас и запускаешь максимум разрешение кажется старым да но если ты делаешь там на эмуляторе на просто на эмуляторе криво работает немножко но если делаешь на эмуляторе то принципе графон отличный отлично до сих пор классно смотрится она достаточно хардкорная вот но при этом она достаточно веселая и хорошо управляется так что я считаю что в zero gx это маст хэп здравствуй подскажи пожалуйста как решить проблему с кодом не знаю не знаю я вообще не знаю эти проблемы по кодам ошибок тем более помиляемся сегодня типа вода можешь сказать animal crossing хорошая игра хорошая да как отметил нормально нормально привет севастополь лет дедовск севастополь один дом и не показывали по тв и что я телевизор ну телевидение не смотрю уже лет 20 мне пофигу что показывают по телевизору не показывают по телевизору то есть я не знаю может быть для тебя открытие будет но любой фильм который ты хочешь посмотреть можно просто взять и посмотреть и не надо ждать к твою покажут по телевизору от мира спасибо привет денис привет час всем хорошего стрима и нового года встретил его шикарно после стрима развернул экран включил проектор и посмотрел один дома забавно что в детстве его особо не смотрела последние пару лет прям зашло сегодня собирал лего атака на звезду смерти по 4 эпизод звездных войн хорошо спасибо 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 веримир так вот у кого-то фейерверки под окнами долбашили и не хорошо было да из-за этого поспал нормально но у меня в принципе я берушек сплю все равно потому что на самом деле громкие звуки меня не сильно пугает мне больше все какие-то вот эти мелкие шорохи бесят я из-за этого ну просто без берушек поэтому плохо сплю что думаешь о психонавтах мне не нравится я не понимаю эту игру мне кажется она как бы ни о чем нишу и в зеро по сути заменил фаст ремикс ну как без ери знаешь как это картинка это да но нет ну то есть не не полностью прям фаст ремикс заменяет мне кажется зеро поэтому в есть есть причина его партирует но опять же все таки старая классика который до сих пор хочется играть и если ее портирует но будет просто супер лучше бы они конечно завязали геймкьюб в нинтендо свитч онлайн но но с другой стороны чё там с геймкьюба играть metroid только если вот они реально завезут так какие шкафчики крепкий орешек другое дело но так-то да что жена что мама любит смотреть фильм именно птв с рекламой ту же именно с рекламой я не понимаю то есть но я могу понять что в телевизоре есть какой-то так знаешь как стрим смотришь то есть серия что тебе покажут то есть ты как вообще ну просто иногда посмотреть фильм это тоже садишься надо выбирать хотя под новый год обычно это носил какую-то тому у каждого есть там кит свои любимые новогодние фильмы да там люди смотрят как-то проще выбрать ну то есть я могу понять но вот именно с рекламой и чтобы вот это именно любить не знаю это странно в 3 0 0 бах фейерверк по окнам да блин прикольно в смысле не приходит 1 нг за долгое время когда посмотрел один дом и все очень не понравилось да ладно детки не очень нравится один дома но вот именно сегодня а б вгд именно и ну не сегодня точнее вчера уже да можно сказать сегодня я что-то не хотел смотреть так деревянные шкафчики но надо купить деревянный шкаф есть а там деревянные шкафчики мне просто а нет вот они вот они они все светло-коричневый тут такое же ночами не нужно стримы тоже с рекламой бывает ну да привет привет подарили 10к на новый год посоветую игру на свитч пожалуйста точно брать мари одессе зельда уже есть кроме hd воинов хайрула ну посмотри у меня видос мастхэв игры на нинтендо свитч выбери там себе сейчас как раз скидки на некоторые может пересмотреть позавчера получается был стрим со скидками мы скидки смотрели в самом начале я рекомендовал за каким-то купил animal crossing хотя играть далеко не каждый день два раза поиграл и снес женюсь бы жена в него играют ладно в элден ринг я играл у меня был итоги года и там про элден ринг я тоже говорил до утра смотрел кей-поп клипы в искаженном а понятно я помню что я уже в искаженном сознании песни под гитару пела жаловался на то что у меня электрогитара который ну либо комби подключать ну поздня надо акустику домой все-таки заиметь у меня была она как бы раздербанилась и выбросил от 7 ноутс спасибо привет наступившим хорошего нового игрового опыта в 2023 году спасибо я чего вас ребят спросить хотел по поводу elder scrolls онлайн что-то у меня была какая-то был какой-то вопрос и я его вот сейчас не могу сформулировать в общем я думаю все-таки попробовать заново начать хочу может попробовать сыном поиграть в elder scrolls онлайн потому что тоже там приключения путешествия все дела понятно что но боевка там дурацкая но с другой стороны получить какие-то новые приключения которых еще не было почему нет вот поэтому как вы на это смотрите чё сами как играли или играете денис не помнишь какое разрешение первая байонета на свече в доке слушай ну в оригинале там 720p было а вот у этой я не помню там по моему даже не поднимали разрешение просто fps подняли так что возможно 720p так а юликин пишет вк play мне так одно время нравилось радио потому что когда сам включал постоянно переключался подряд толком ничего не мог послушать час потепали спотифай пофиг то тоже вариант не зашла эта игра тоже пробовали сыном скучновато это ты про elder scrolls да я так понимаю от веремира спасибо еще у меня соседи не бинарной личности за них пришлось не спать до семи утра сегодня еле живой боюсь во время стрима таки отрублюсь кстати ты какими берушами пользуешься просто у меня уши от всего чего можно болят от беруши от наушников вот еще подходящие частенько соседи бугуртят у меня moldex они ну во многих аптеках продаются как правило в таких либо круглые такие знаешь на жемчужину похожие ну круглые но вот такие вот открывающиеся коробочки там четыре штуки либо продаются просто пачкой по две ну там пачка большая такая пластиковая и в ней еще маленькие пакетики по две штуки они обычно разноцветные такие какие-то то есть с рисунками с узорами ну что конечно абсолютно не надо но просто мне именно нравится я тоже многие беруши пробовал мне в принципе неудобны некоторые там по материалу или еще а эти в принципе нормальные и они как бы ну я их они вообще как бы одноразовые позиционируются но я их использую там ну несколько пару недель потом новые покупаю так с новым годом спасибо do you think everyone is primed and ready а это откуда цитата я реально что-то не узнаю извини если глупый вопрос как купить игру через польшу ну покупаешь карту пополнения потом покупаешь игром какую приставку лучше взять свитч библиотеку геймкюб плюс виз на свитч но вии не очень не за контроллера а вот геймкюб то запросто особенно есть же переходник на геймкюбовские геймпады с которыми которые я недавно покупал и с которым было бы идеально работать но проблема в том что а что с геймкюба портировать да то есть ну как бы ладно метроиды метроиды но только два метроида да но с другой стороны чё это вариант поиграть хотя бы в два метроида это твайлайт принцесс опять же и винд вейкер можно не ждать этих самых было бы но марио карта не сильно важно пейпер марио пейпер марио да обязательно пейпер марио саншайн у нас как бы есть тоже не важно какие-нибудь может быть g rpg-шки там типа чё там популярно было я не помню просто мне ни одна в итоге g rpg-шка не зашла fire emblem какой-нибудь оттуда так что в принципе возможно какая у тебя игра с нг ассоциируется animal crossing ну просто мы всей семьей вот я запустил жена сын и мы встречали новый год в animal crossing так чё персонаж двигается как будто что-то чпокает смысле от вадима так сейчас придет подожди чё он я же давай мне добил по твоему совету купленную марио пейпер игра огонь но местами конечно раздражали нехило например где что-то вроде поле чудес ближе к концу а а чё мне понравилась эта квиза это квиза стандартная тема для пейпер марио они помимо в каждой части есть от вадима спасибо за донат мы женой смотрели первую такси люка бессонная хоть и терпеть не могу пересматривать фильмы жена же наоборот так что пришлось уступить целым не пожалел так-то давно смотрел что забыл о чем фильм российские шутки французов это что-то это да спасибо за донат но я кстати люблю пересматривать фильмы для меня наоборот иногда пересмотреть старый фильм лучше чем посмотреть новый но то есть в этом смысле я такой может быть ретроград или не знаю как это назвать потому что ночь иногда думаешь но сейчас буду смотреть новый фильм а вдруг мне не понравится и я время потрачу а так старый фильм когда знаешь ну какой то ты безопаснее prime hd в 2023 а понятно это про prime hd было в 2023 очень бы хотелось хоть маленький хоть большой стрелокал я игры не планирую мы не играем мы общаемся и зиро ставим был камин 2023 это хорошо бы да а это кто-то на инсайдил такого да некоторые игры в которые требуют чисто гироскоп можно ну да там же были в принципе даже игры там например первых синоблейд но он как бы не нужен потому что есть дефинитив но тем не менее были игры которые даже classic контроллер поддерживали то есть например я в первых сеноблейд играл на view на view геймпаде то есть не на view вот этом да не тряс вот это все блин 80 часов было бы сложновато а именно на view геймпаде и как бы мне понравилось а так если бы я тряс палкой 80 часов к ряду мне бы не зашло диабло 3 русская озвучка да да соул я чё-то решил сегодня добрым добрым побыть даже не буду троллить за слово приставка правда боюсь если контроллер джойстиком назовут я не смогу контроллер сви подвести на свитч могли бы да могли бы если чё вот аккумулятору даже их подключают я не знаю к иксбоксу подключают или нет но есть же долфин на иксбоксе есть же или нет есть помню я же сам снимал уже забыл брюстеру можно зайти вдвоем сесть за столом обоим предложат напитки одновременно очень прикольно сделали а слушай клёво с наступившим и первым стримчиком двадцать третьего года имеет смысл брать стрим деку имея стим деку имея свитч но вообще да сейчас может быть и дождаться деки второй ревизии но ты смотри я например в принципе думаю что наверное мне стим дек был бы удобен для игры в state of decay вот но что-то я так давно уже не играю стоит в деке что наверное мне это не сильно и нужно так что я уже и не знаю в остальном не лично но вот я со стим деком повозился я понял что ну небольшой небольшой я наоборот сейчас 3d ска думаю может мне на маленькой все-таки 3d ски играть я вот я люблю если портатив то маленькая поэтому вот спасибо попробую moldex на английском если что moldex на конце буквы x кстати тут племянник приходил играл у меня пятой плойкой я вспомнил спор в телеге что свич не может быть основной консоли я понял что играю только в него в итоге без сожалению отдал на время плойку племяшки люблю плойку но сейчас свечи полностью выбил спасибо веримир на самом деле да свечи абсолютно может быть основной консоли вопрос том какие игры выходят да потому что вот я говорил вышла какая-то крутая игра там для плойки ну тот же не знаю там dead stranding или вот сейчас выйдет у меня на плойке этот монстр хантер ну и наверное долгое время я буду играть там плойка там может быть 90 процентов времени да но если вот как выходит годнота сплошная на свеч то естественно у тебя свеч становится основной консоли поэтому когда люди просто говорят ну вот типа вот там свич не может быть основной консоли они чаще всего имеют ввиду ну или так подсознательно может даже не осознавая что ну вот блин вдруг выйдет там не знаю там условный far cry 7 ну его ж на свеч не завезут конечно как же мне захочется в него поиграть при том что человек ну там подозревают что игра скорее всего окажется так себе и там ну фиг с ней может быть но ну а вдруг что-то другое вдруг что-то Хороший выйдет и на Switch не завезут Но практика Практика показывает, что наиболее вероятно Следующая какая-нибудь выходящая Игра, которая не выйдет На Switch, окажется Скорее всего так себе Ну, статистически А выходящая только на Switch Окажется скорее всего выше среднего Понимаете, опять же, чистая статистика То есть, скорее всего, следующая игра на Switch Окажется выше среднего, а следующая игра не на Switch Окажется ниже среднего Это просто, ну, статистически Понятно, что если ты ждёшь определённый, не знаю, эксклюзив PlayStation, то... Или там какую-то игру, которую хочешь поиграть именно на PlayStation, как вот тот же Monster Hunter Rise, то, конечно, да, естественно, плойку и продавать, поэтому я не рекомендую. Но так, дать племяннику поиграть, почему нет. По сути, джойстик составляющая контроллера. Ну, так-то да. Все начнут про джойстик писать. Хоть джойстик самый лучший, да-да. Это-то, трассмастер-то. У меня трассмастер же, да? Кстати, да, выпустить сенсор-бар для свитча – плёвое дело. Там даже сенсор-бар-то... Сенсор-бар – это же, по сути, две горящие лампочки по краям. Ну, там, на самом деле, не две, их там блок лампочек, но неважно. То есть, сенсор-бар не работает ни с какими данными. Ты можешь включить одну консоль, а сенсор-бар подключить к другой. И есть сенсор-бары под USB. Я себе уже... Вот ко мне едет вторая, у меня есть одна. Я планирую полностью их на USB запитать, потому что я иногда хочу играть в эмуляторы. На, допустим, телевизоре. Хочу там какие-то игры на эмуляторах для Wii. Но при этом я хочу, чтобы сенсор-бар у меня был включён не в консоль тогда, а для этого. Именно по USB запитывался. Вот. И ты можешь... Даже две свечки люди ставили по краям, и это работало. То есть, самое главное, чтобы было два каких-то фонаря по краям. Просто в сенсор-баре они инфракрасные. Ну, и опять же, можно от USB его запитать. Вообще не проблема. Можно в розетку там. От чего угодно. Поэтому сенсор-бар, в принципе, даже выпускать не надо. Они уже есть, те же USB-шные. Просто Nintendo бы сделала или там заколабилась с какими-нибудь китайцами. Не за 100 рублей бы продавала, а за 1500. Да, Nintendo, как вы это обычно делаете. Ну и всё. А так, просто контроллеры главное подключать. Ну, опять же, там Bluetooth, тут Bluetooth. То есть, в принципе, главное, чтобы Switch понимал, как общаться с этим контроллером. То есть, по сути, что-то вроде драйвера на Switch. И это, ну, как бы не Rocket Science, да? Мы знаем, что уже поначалу Switch не умел работать с Bluetooth-наушниками. Потом раз, выпустили обнову, и он научился. То есть, по сути, добавили Bluetooth-профиль и всё. Поэтому это не проблема. Слышал, что Nintendo работает над следующим поколением консолей. Денис, какие особенности ты хотел видеть или ожидаешь в новых консолях от Nintendo? Ну, я просто хочу, чтобы она осталась гибридной и чуть мощнее. И, если честно, мне бы хотелось, чтобы Switch был компактнее. То есть, я бы хотел, чтобы Switch был размером вот не больше, чем Switch Lite. Мне не обязательно, чтобы были отсоединяемые джеконы. Я смогу это пережить. Но мне главное, чтобы эта портативка была гибридной. То есть, чтобы она... Давайте снеговика скатаем. Блин, здесь не очень удобно, но давайте попробуем. Мне главное, чтобы она была гибридной. То есть, чтобы вставил эту портативку там в док-станцию, во что угодно. И у тебя картинка на телевизоре. Потом вставил её обратно. Ну, точнее, достал обратно. И у тебя портативная консоль, с которой ты можешь брать в свой, там, не знаю, поездку, в отпуск, куда угодно. Так. Думаю, что если перевести дословно джойстик, палка, которая радует, это можно назвать много вещей. Ну, да. NewXM, мне кажется, сильно лучше обычной ньюшки. Посмотрев то видео, в этом прямо утвердился. Ну, вот, да. Но, с другой стороны, ньюшка компактнее. Но она не универсальная. То есть, в принципе, наверное, на маленькой ньюшке я бы мог играть в какие-нибудь игры. Там, в JRPG-шки, там, может быть, даже в платформеры. Но вот играть что-то типа Monster Hunter, ну, это просто руки сломаешь. От Веремира, спасибо. Самый главный вопрос, какие джойстики, приставки ты посоветуешь? И чтобы играть в родилки, естественно. А то я Nintendo купил, не знаю, как в eShop'е купить игры. Похоже, только у меня eShop не работает, что лучше купить Zeld'у или Tetris, какая лучше. И, может, лучше подождать Switch Pro, да. А теперь укрыть ещё бомбанёт. Спасибо, Веремир. Так. С Новым Годом! Видел в детстве обложку пиратского картриджа Super Mario Sonic 2 на Dendy. Слушай, в детстве были столько разных пиратских обложек, что я не уверен, что я бы даже вспомнил, и что мы с тобой об одной бы говорили. Вот Евгений пишет. У меня Switch основная консоль, так как часто в поездках размер удобный. Новую консоль Nintendo в этом году не выпустит. Я сомневаюсь. Вот Денис пишет. Странные люди. У меня основная консоль Switch, а бокс, типа так, в старьё поиграть. Да. У меня основная консоль Switch, просто других нет. За компом играть надо встать с дивана. Вот это всё слишком стар для этого. Да, Сергей? Зачем тебе два Xbox 360? То один шит, и другой нет. Совет дайте, Денис, хочу Switch OLED, но многие говорят, OLED выгорают. Что делать? Ну, покажи, чтобы те, кто тебе это говорят, чтобы они тебе показали, выговоришь Switch OLED. Ну, раз OLED выгорают, то чё, не проблема же показать. Ну, просто я, например, даже знаю, где показать, но... Я-то не покажу, зачем оно мне надо. Пусть вот люди, которые вот эту панику разводят, вот дадут ссылку, фотку там. Вот, например, если когда люди говорят, что, ну, не знаю, там... Помните, была история Samsung, эти Note 6, по-моему, или 7, горели. Ну, и была не проблема найти там фотку в интернете. Вот, смотри, у чувака сгорело там. Взорвался. Или чё там было. Вот. А с этими Switch OLED-ами, которые якобы выгорают, но никто этого не видел. А-а-а! Вот отстой. Так, подожди, надо попробовать перезайти. Официально выпустить, сделай программную поддержку. Да. Согласен иронично, что бокс Series X, самая мощная консоль, равно ретро-консоль. Ну, да. Меня ещё прикалывает, когда вот, ну, допустим, люди, которые до сих пор прям по боксу фанатеют. Когда говоришь, например, ну вот. Они говорят, вот, Xbox самый мощный, там плойка сосёт. Хорошо, говоришь. Вот вышел там, я не знаю, какая-нибудь новая игра. Вот она там, ну, срато выглядит. Тебе сразу, а чё, ты играешь только в AAA? Ну, хорошо, ладно, я не только в AAA играю. Но зачем тогда вы потом будете доказывать, что, типа, Xbox круче, потому что он производительный? Или вот я там недавно написал статистику. Ну, интересную статистику, там чувак на DTF собрал, что за 2022 год на Switch'е из всех консолей вышло больше всего игр. А на Xbox'е меньше всего. Ну, и люди тоже такие, а чё, типа, количество же, ну, не значит качество. Ну, не значит, ну, давайте покажите на Xbox'е качество. Ну, вот, за 2022 год. Какая качественная игра вышла на Xbox'е? Хорошо. Я согласен, что одна качественная игра заменяет, там, тысячу некачественных. Ну, условно. Но, где она? Вот. Так что, тут с Xbox'ом, к сожалению, да, стало всё плохо. Какая лучшая стрелка и прыгалка, да-да. Привет, друг, помоги советам. Что мне делать? У меня Xbox SS. Некоторые игры на ней после 3-5 минут вылетают без ошибок. Например, Forza 5 или Fortnite чем-то может быть связано. Ну, скорее всего, у тебя накопитель полетел. Так что, если у тебя, ну, ты ничего не менял, там, не добавлял внешний жёсткий диск или внешний накопитель не подключал, то, я думаю, это брак накопителя. Попробую переустановить, конечно, всё вообще лучше. Переформатировать, переустановить. Но, скорее всего, это не поможет. Привет с отступающим. Стоит ли скачивать Overwatch 2 на Nintendo? Ну, скачай, посмотри, она бесплатная. Что-то везде в новостях постят, что не выйдет Switch Pro. Но я в это не верю. Скорее всего, OLED-ы хотят продать. Ну, тут как? Nintendo сама не говорила ни да, ни нет. Поэтому, конечно, всё это гадание на кофейной гуще. Но я считаю, что новую консоль... Вот если в январе Nintendo не покажет какой-то анонс новой консоли. Именно там, не просто там новые краски, там, да, новые цвета, там. Или новый даже, ладно, там, ну, какой-нибудь OLED Lite, типа того. Но вот именно про консоли какой-нибудь следующего поколения, или как вы там её называете. Если этого Nintendo не покажет вот в январе, то в этом году её не будет. Хе-хе. Доброго дня. На Switch вышло больше благодаря портам старых игр. Так порты старых игр везде выходили. Они... Это выходило и на Xbox, и на PlayStation, и на ПК. Порты старых игр выходили. Это, ну, как бы, это же общее число. Не только это, типа, допустим, что выходит там на Switch, а на другие нет. Так же с индюшатиной, как некоторые говорят. Ну, вот, у нас, видишь, много индюшатин, так-то её и на плойке, и на Xbox, и на ПК много. То есть, это количество, оно включает в себя всё. Да, то есть, когда мы говорим там, что, не знаю, сколько там, 200 игр вышло за год на Switch, естественно, да, это какие-то там нинтендовские крутые экзы, которые там вообще must-have и шедевры, там, типа Kirby. И какое-нибудь днище, которое вообще там играет, там, себя не уважает. Ну, условно, да, там себя не уважает. Я тут не занимаюсь хейтерством, во что вы играете. Ну, типа того. И... Но это для всех консолей, да? То есть, когда люди говорят тоже, что вот там, смотрите, в eShop заходишь, там полно индюшатина. Так это в любом магазине так заходишь. Просто я уже много раз рассказывал, что PlayStation магазин, он просто так сделан, что там сортировка почти всегда не по времени, а по именно промо. То есть, ты заходишь, у тебя промо эти картинки висят. Nintendo в итоге тоже так сделали, потому что их, видимо, задолбали. О, смотри. Их, видимо, задолбали, что все люди говорят, типа, вот одна индюшатина, одна... Ну, блин! А че он? Как он? Я не понял. Ну-ка, давай попробуем. Может быть, все-таки я его догоню? Ну вот. И Nintendo тоже сделали, чтобы главное открывался именно вот эти... Как оно у них называется? Ну, по сути, промо-страница. А так, если любой шоп открыть, и Xbox Live, и PS Store, и отсортировать именно по времени, ты увидишь там все эти лошадь гоночные и прочее. Вот эти вот штуки. Покажут в октябре новое поколение, но если они его покажут, то они в любом случае в этом году не выпустят. На моем серии SS ничего не вылетает, хотя один раз, когда играл в Flight Sim 2021, врезался на скорости 700 км в час в зельду, то игра вылетела. Ну, там может быть, да. Не, Сорокин шеф, сейчас не хочу открывать YouTube-видео, они меня сейчас будут тормозить. Я просто не готовил сетап, чтобы смотреть видосы. Жена подарила мне Nier Automata на Новый год, теперь у меня 6 силдовых картриджей, к которым хз когда доберутся руки. Ну, блин, Nier Automata топ. Я не знаю, может мне тоже уже... Я ее купил-то на бокс, но на боксе-то на английском, и я думал, что русский перевод-то обновят. Завезут, но что-то как до сих пор не завозят. Денис, привет, заказал себе такое же кресло, как у тебя, 38к обошлось. Прикольно, рад, что подешевле. Так, ладно, все вы Animal Crossing сделали, пойдемте снова в Зельде бегать, мне там нравится. Сотка Play пишет, наоборот, хочу купить Wii U, очень клевая консоль, зачем мне ради Animal Crossing и Зельды покупать Switch до 25к, еще 10к добавить за эти две игры, если могу купить Wii U за 14к прошитую и играть? Ну, Wii U прошита за 14к особенно круто, но вопрос в том, где ты ее найдешь за 14к, но Wii U, конечно, топчик, это точно. В трубу упал. С Новым годом приобрел Splatoon 3 на NG, тащусь от него. Мы тут с сыном начали играть Splatoon 3. Кстати, поиграли еще в Fortnite, ну, сыну понравился и Fortnite, и Splatoon, но в Fortnite, я так понимаю, у нас одни боты, потому что мы три раза сыграли, и все три раза, или сколько, или четыре раза мы сыграли. Короче, все разы мы просто топ-1. Ну, ладно, я, хорошо, ну, сын-то, он только вот первый раз вообще играет в Fortnite, причем самый первый раз мы играли еще со строительством даже, потому что что-то он не смог ко мне подключиться, в итоге подключился я к нему, а он новый игрок, у него не было настроено без строительства, и мы играли со строительством, со всеми этими чуваками, которые ты начинаешь стрелять, а он там строит что-то вокруг себя. Ну, правда, не восьмиэтажные башни, так что тоже, видимо, боты просто там построил несколько этажей, там, забором себя окружил. Вот, ну, видимо, боты. Ну, и, блин, ладно, хорошо, один раз сыграл, ладно, два, но уже просто с какого-то момента становится скучно, потому что катки длинные, и ты понимаешь, что против тебя одни боты, которые, ну, ничего не могут, при том, что играет вроде бы умно. То есть, вот, мы сегодня, вот, последний раз, когда играли, тоже взяли топ-1, и там была уже маленькая зона, и была эта самая такая заправка, не заправка, скорее, магазин такой маленький там, да, и, давай запусти программу, и бот просто на него залез, и лежа стрелял. Ну, то есть, довольно умное поведение, но при этом, так, всем жены на Новый год игры дарят, прям завидую, мне ни одна из трех бывших жен не дарили, печаль, печаль, огорчение, видишь, надо других жен выбирать. Привет, недавно подписался на тебя, хотел спросить насчет Зельды, строит брать DLC именно в это время, перед новой Зельдой, но почему нет, хороший DLC. Да, в МК не пойдем тоже. Fortnite прям топ-1 для школьников, но она прикольная в целом так поиграть, конечно, да, когда хочется что-то, ну, серьезного, концептуального, то, ну, Fortnite нет, а так вот, ну, с ребенком побегать нормально, то есть, ну, Splatoon, в принципе, все равно веселее, потому что в Splatoon как-то все-таки экшена больше, да, там, поиграл немножко, допустим, ребенку как-то все-таки не очень хорошо играть много, Но в Splatoon реально за полчаса можно наиграться, или, там, за час вот так, что вообще, там, из ушей полезет. В Fortnite, ну, не так. Но в целом, да, Fortnite, она такая прям для детей, наверное, даже норм. И стрельба такая она легкая, казуальная, приятная. Ну, правда, тоже, когда без строительства играешь, там еще дополнительный щит. То есть, даже можно обычный щит не надевать, у тебя уже есть щит. И получается совсем как-то читерское. Ну, то есть, там умереть очень тяжело. Так, вот мне интересно. Пойдемте вон в тот колизей. Амалур на свече не играл. 37-й уровень, ботов меньше стало. Ну, вот, отстой в том, что реально нужно, не знаю, сколько наиграть, чтобы тебе ботов меньше стало. Но это вот плохо уже. Да, поначалу, наверное, хорошо, что особенно, там, ребенок заходит. Ну, да, его там вынесли, наказали, и он, естественно, больше не зайдет в эту игру. Ну, зачем ему? Ну, серьезно, зачем? Ну, просто на полном серьезе, абсолютно, без прикола. Вот зачем? Ну, то есть, ты приходишь в игру, тебя там постоянно разваливают. Зачем мне играть? Ну, в игре играют, чтобы удовольствие получить какое-то, да, там, приятное время провести. А так, ну, если ты будешь, там, киберспортсменом деньги этим зарабатывать, тогда, да, учись, там, гидгуд и все это самое. А так, ну, зачем? Одно дело, что вот есть, что такое справедливый челлендж? Когда ты понимаешь, да, тебе нужно сделать определенные вещи, чтобы быть успешным в игре. Но когда игра тебя просто наказывает, ну, это не прикольно, не весело, наверное, да, так, что играть, зачем? Вот. И в этом смысле хорошо, что сделали таких вот ботов, в которые ты заходишь, и ты можешь как-то все-таки распробовать игру. То есть, при этом, пощупав ее механики, при этом боты даже какой-то челлендж представляют вроде бы, ну, хотя бы они в тебя стреляют, да. То есть, они тебя могут убить, если ты прям совсем будешь стоять, ничего не делать, там, геймпад положишь, или, там, уйдешь, там, в носу ковыряться. Или у тебя геймпад выключится, ну, что-нибудь типа такого произойдет. Но, когда ты играешь, 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 и ты понимаешь, что, ну, блин, ну, ну, все, ну, ты топ-1. Уже не смешно, уже не интересно, уже, ну, давайте как-то людей завозить. Мне кажется, вот, когда человек стал два раза хотя бы подряд топ-1, уже надо все-все-все. Альярма. У нас тут шарящий игрок, надо ему что-нибудь это самое. Мне жена игр не дарила, пишет Денис, мне жена подарила японский трансформер Валькирию из Макроса. А, слушай, прикольно, у меня был такой звезда справа, да, спасибо, Сорокин-Шеф, надо попробовать его достать, эту звезду. Я помню, у меня был такой, но какой-то китайский, он очень быстро ломался. У него там вот эти крепления рук сломались, ну, да, я любил такие. Перепрохожу Мажору Зельду, я тоже все как-нибудь хочу. А Марио Бой пишет, мне жена на Новый год подарила из Платун 3 и Марио Карт 8 Делюкс. А у тебя их не было? Как что так? Ну, хорошо, что подарила. А что будет сейчас? Что будет, что будет... О, да, детка. Я знаю, что ты клан Иго. Привет, привет. 24 января, в день моего рождения, на свечи выходит Ризен, а я фанат Готики и первых Ризенов, вот это подарок. Вот это действительно свезло, спасибо. В смысле, поздравляю тебя, да. Как отметил Новый год? Нормально, нормально. На счете еще 50 баксов, что взять сейчас? Посмотри, у нас недавно был... А, там же скидки сейчас, это 50 баксов, эти американские. Не знаю тогда, я же в американский стор не лажу. Денис, не могу найти, когда выйдет обновление для свеч-версии Ведьмака. Да никто не может. Привет, Фикс. Так, 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 так. Так, так, так. Куда? Где? Вон она. Один друг 80-го уровня, тебе попадаются киберы. Ну вот, да. Блин, я боюсь, что сейчас... Тут как бы хочется адекватного челленджа всегда, да. То есть я вот говорил, почему я забросил играть Sea of Thieves. Ну потому что мне попадаются либо люди, которые вообще ничего не могут. То есть, ну просто там вот такое ощущение, что он просто первый раз зашел в игру и даже не знает, что за игра вообще. Либо попадаются киберкатлеты, которые там прыгают, стреляют в голову в полете. Ну там нет хэдшотов, но неважно. Суть в том, что играют настолько круто, что я там человек, который там играл в игру 3 года. Вообще не знаю, что с ними делать. Ну тут, конечно, еще с командой. Понятно, что я сколько вот играл с людьми, то есть у нас была команда. Я все время говорю, ребята, смотрите, чтобы к нам не залезть. Ну то есть, очевидно, мы сосем в ближнем бою. Ну то есть в бою, по сути, таком, когда уже люди дерутся. Но мы можем очень хорошо показать себя в бою на кораблях. Но на кораблях еще что делают? Они же, которые киберкатлеты, они умеют себя стрелять из бочки так, чтобы попадать на твой корабль. Я говорю, за этим следить? Меня, ну как бы вот команда не слушает. То есть, а че, а че? Я говорю, сейчас залезет к нам. Сейчас, смотрите. А че, че, че? Раз, залезли, всех перебили. Ну все, как бы. А там реально такие люди, ну вот эти киберкатлеты, что если они к тебе на корабль попали, все. Ну ты больше ничего не сделаешь. То есть у тебя есть шанс победить в корабельном бою, потому что, как правило, эти киберкатлеты, когда они вот вкачивают весь свой скилл именно вот в такие бои на ногах, они на кораблях не умеют. То есть, как правило, они очень слабо играют на кораблях. Но вот у меня как-то, видимо, не получается людям, с которыми я играю, это объяснить. Что, блин, priority number one не пускать никого на корабль. Все остальное фигня. Если что, поднимем якорь, залечим там корабль, залатаем все, да. Но надо не пускать людей на корабль. И каждый раз, каждый раз, если мы встречаем киберкатлет, нас разваливают именно так. Я говорю, вот именно это просто стандартный сценарий всегда. Я говорю, сейчас к нам полезут. А я, допустим, за рулем стою, да, за штурвалом. Ну, надо за штурвалом стоять. Говорю, контролируем хотя бы лестницы. И уже к нам, когда залезли, потом, а, а, чё, оказалось... Ну, я же говорил. Ну вот. Спасибо. Добрый вечер, Денис, хорошего стрима. 23 уже хорошего начала, один день уже стрим, первый день. Сегодня осознал, что не донатил тебе целый год, исправляюсь. Жду больше видосов и летсплей по тебе в этом году. У меня жены нет, так что пришлось самому себе дарить коллекционку зельд. На 3DS и коллекцию байки. Спасибо. Поздравляю тебя тоже с Новым годом. Ну, ты хорошо подонатил на прошлом стриме. Ну, тоже спасибо, да. Так, поставить на звезду метку, отследить метку по карте. Ну, в принципе, да, но так же прикольно её, просто до неё добраться. Вот я хочу туда залезть. Сейчас такой мотик, почему можно получить? Мотик даётся за прохождение DLC как раз. Баллада о героях, проходите и у вас мотик. Константин пишет, жена подарила на НГ заявление о разводе. Да, неприятно. С Новым годом, Денис. Хочу сказать большое спасибо за твой контент. Круглый год просматривал твои ролики, купил кучу игр по твоим рекомендациям. Уже не помню, когда в последний раз садился за комп. Спасибо за отзыв. Мажору надо проходить на 3DS, да. Ну, можно на эмуляторе, на ПК. Но именно эмулятор, который 3DS-кий эмулятор, Цитра. Не эмулятор Nintendo 64, потому что там печально всё. Вот. Ну, в принципе, на 3DS-ке не то, чтобы обязательно именно на ней играть. То есть, они хорошо эмулируются, Зельда. Вот эти, и Ocarina of Time 3D, и Majora's Mask 3D, они хорошо эмулируются на ПК. Да, ты не получаешь 3D-эффект, но он там не то, чтобы обязательно. Он красивый, прикольный, но не то, чтобы обязательно. В принципе, управление на ПК даже лучше будет в эмуляторе, потому что там уже нужен Ци-стик, а он очень... Ну, Ци-стик сам себе очень неудобный, поэтому... Здрасте всем. CD Projekt обещали кроссейв, значит, игру на Switch должны обновить. Да, вопрос там, когда? Предложение пойти к какому-нибудь чудищу, набить Лжиганана. Я сейчас не хочу просто именно такой прям мега-экшен делать, потому что я тогда, ну, чатик не смогу читать. Тоже в пиратов команды играли, всегда были те, кому пофиг, нас вырезали, топили из-за этих затупов, отправлялись в карцер за бездействие, я серьёзно отношусь к игре. Ну да, потому что иногда думаешь, ну, блин, ну, ребят, ну, тем более я своим-то говорю, ну, мы сколько раз уже играли, один и тот же сценарий, каждый раз, ну, почему бы не сделать выводы, я не понимаю. Это знаешь, как вот Far Cry 3, то есть что такое безумие? Это когда ты делаешь одно и то же несколько раз подряд и ожидаешь другой результат. Shin Megami Tensei играл, в батве есть мотоцикл, да. Говорят, мажор на 3DS поломанный не даёт тот опыт, как оригинал. Ну, это сделали из мухи слона, я видел это видео. Ну, ой, вот в этом месте он не так прыгает. Ну, всё, капец, сломанная игра. Ну, это вот реально, из мухи слона. На самом деле там наоборот, ну, из-за чего сделали, поменяли способ, как бы, не способ, скорее инерцию, физику движения линка, потому что там были в другом месте моменты, когда тебе нужно по узким этим балкам перебираться, по-моему, это тоже на болоте или где-то, последняя локация. И там, ну, просто чуть-чуть стик не в ту сторону нажал, и ты просто падаешь. То есть там настолько вот было вот это место и сделали, ну, чтобы нормально управлялось. Но да, из-за этого у него там меньше инерция и... или там меньше скорость. И вот эта пропрыжка с... Как этими? С кувшинками. Кувшинки, да? Которые на воде. Стало чуть сложнее. То есть если раньше у тебя был, ну, на Nintendo 64 у тебя был большой запас, то есть ты мог там кругами походить, и все равно на третий прыжок по воде ты попадал на кувшинку, то на 3DS тебе просто нужно понять, на какую кувшинку ты хочешь перебраться, и прям по прямой на нее прыгать, и ты успеваешь. Ну, как бы и все. Вот вся проблема. И вот из этой проблемы, ну, я не помню, может, там что-то еще какая-то мелочь была, но вот из этой проблемы просто там один чувак там снял видео, а, блин, все, там зелья поломана, играть невозможно там. Ну, это тоже какой-то синдром утенка. То есть вот все, игра немножко ощущается не так, как я привык, значит игра там поломанная в конец. А другие люди что, они, ну, не услышали, они же не играли, они не знают, что там, кувшинки, что там какие-то заморочились. В общем, сломанная игра, ну, блогер сказал, что сломанная, значит сломанная. Привет, не могу купить мажору с 3DS, оповещение что-то типа в вашем регионе и шоп недоступен. Ну да, все равно не помогает, а ты и не сможешь, там нельзя менять, там же регион лог. На 3DS-ке на Wii U нельзя сменить регион, чтобы покупать. Так что спасибо за донат, но это не сработает. Так что... Понял, да? Тем более для 3DS-ки, для Wii U уж, камон, это не актуальные консоли. Так, как переносишь похмелье? Нормально. Стоит ли покупать Paper Mario, если плохо понимаю английский? Ну, если совсем плохо, наверное, не стоит. Если первыми покемонами будет Y на 3DS, норм идея, отличная идея, это все равно одни из лучших покемонов на 3DS, если не лучшие. Так что норм. Привет, Денис. А, вот. Тем более тратишь кучу времени на пиратов, время свое, жалко, они дурачатся. Да, то есть это же игра, в которой ты там за полтора часа, ты можешь какое-то одно маленькое действие сделать, да? Ну, поэтому в итоге ушли там по Vigor, по вот этим всем, потому что, ну, гораздо более концентрированный геймплей. А так я могу с ребенком в пиратов поиграть, там, сундуки покопать, и мне нормально. Ну, то есть какая разница, если все равно в PvP не вступать. Ребенок умеет сундуки копать, даже скелетов умеет бить уже, поэтому... Сейчас вот реально сын подрастает, я вам скажу, гораздо проще стало. У людей нек... Там, ну, друзьям некогда с тобой играть, да не проблема. Ребенок всегда готов, у него всегда есть время, если что, ты контролируешь его время, так что, самое... Вы сидите в одной комнате, вам не нужен войс-чат. Красота, просто красота. А если он делает что-то не так, всегда можно давать пошагу. Ну, не в прямом смысле, но и серии так. Ты что делаешь? Ну-ка, давай вот так быстро делай. Так что, дети, это классно. Какой твой любимый персонаж Smash Bros? Кирби. Решил зельде пройти все 120 светилищ, стоит ли вообще это делать, просто уже собрано 75, сильно надоедает. Но если надоедает, тогда зачем ты это делаешь? Мне просто, например, нравится, поэтому я все закрывал. Поиграл недавно в Genshin, пишет Мэйти, понял, что херня какая-то закрыл, пошел зельду перепроходить. Лего игры не любишь? Да и не то, чтобы их не любить, я их не люблю. Так. Ой, сколько вы понаписали, это кошмар. Надо сконцентрироваться на чтении ваших комментов. Сейчас. Как думаешь, лучший Шинмегами Тенсей или Персон? Ну, мне больше Персоны заходит. Их Wii U еще в 20 сатом с eBay и японок. А, это все обсуждают цены на Wii U. Привет. Увидел, что в январе выйдет Reason, не ремастер или просто дропнул старую игру? Не знаю. Это лучше спросить у фанатов в готике, Ризана, вот этого всего. Как ты покупаешь онлайн? Так же, как и игру. Ремастер, пишет Game Gym. По мне, так в Батву добавили ферму с прокачкой, чтобы когда прошел, дом можно было отстраивать, свой участок облагораживать. Было бы идеально. Ну, дом-то ты можешь отстраивать, просто, ну, как бы, не совсем отстраивать, просто денег заносить, чтобы тебе строили. А так, конечно, да, делать особо нечего. Поиграл недавно... А, это я же читал. Привет, мне подарили зельду Батву на NG. Поздравляю, отличный подарок. Пираньи случайно слили фото Готики 2 на Свиче. Я думаю, еще и Готика выйдет на Switch. А, это было, мы обсуждали, по-моему, да? Нет, Switch 2 не будет в этом году. Если нужен только портатив... Нет, не бери Light, бери OLED. 3DS надо шить и лекарик покупать, но тут намного сложнее. Ну, шить, да, лекарик. Забавно, что люди защищают игру, которая на Nintendo 64 работает в 16 FPS на ES-версии. 17, ну, неважно. Ну, да, то есть, из серии... Вот, блин, раньше трава была зеленее, сгущенка вкуснее. Думаешь, ну, блин, ну, есть реальные моменты, когда игру ломают. Но, ну, это не тот случай. То есть, это, ну, совершенно не тот случай. Игру во всем улучшили. Добавили даже этот блокнот, в который ты у тебя записываешь. Не блокнот, но этот... Как-то, органайзер, не знаю, календарь, в который у тебя все это записывается. Вот, по кувшинкам неудобно прыгать. Боже мой, боже мой. Просто кошмар века. Брать ли мне Nintendo Lab? VR? Ну, бери. Особо многого не жди, правда. Денис купил Mario Kart, поиграл минут 30, совсем неинтересно, но вспомнил, что на канале было видео, как играть Mario Kart. После просмотра втянулся по уши. Спасибо, пожалуйста. Я умираю с бадунов, ты сидишь игурцом после НГ. А я понял, что надо пивом заканчивать просто. Я что-то начал по вину, а потом чувствую, не, надо пивом заканчивать. Так что нормально было. Ну, то есть, как так было. Сойдет, да. Придется картридж искать, пират, это не мой метод. Спасибо, пожалуйста. Тогда картридж, да. Картридж был. Поиграл не до... А, блин, что ж ты 10 раз пишешь одно и то же? Приветик, только сейчас стрим заметил, думал похмелье стрима не будет. Да, не, нормально. Так, блин, промотал кучу сообщений. Так, Серафим, спасибо. Привет, Денис, можешь подсказать, с какой карты нужно покупать игры в польском eShop? А то ни с российской карты мир, ни с российской визы купить ничего не получается. Спасибо, Серафим. Естественно, не получается. Российские карты в eShop не работают. В eShop надо польском покупать с карт оплаты. Ты покупаешь карту оплаты у посредника, ты ему платишь рубли, он тебе карту оплаты, и потом активируешь карту оплаты в eShop и потом покупаешь, ну, как бы на балансе деньги зачисляешь и потом покупаешь. Разве что, если у тебя есть белорусская, казахстанская, там, не знаю, грузинская или какая-нибудь другая карта, тогда можно. Какие хорошие гонки? У меня был видос по лучшим гонкам на свече. Sony PS5 Slim, да, я думаю, что-то типа того будет. Какая-нибудь новая ревизия PS5, я думаю, будет. Вряд ли Pro, но что-то будет. Хотя, может, и Pro. Купил свеча Олега чипованного, дороговато, зато сплошный кайф и не парюсь о ценах. Привет, привет. Ну, и в онлайне поиграешь с другой стороны. В следующем месяце нас ждет полноценный Nintendo Direct 100% инфа. Это, я думаю, что да. Прямо очень надеюсь, нас засыпет годнотой. Надеюсь. Есть ли смысл, спрашивают, оставлять PS4 при покупке PS5? Я думаю, нет. Ну, то есть, там есть пара игр, можно посмотреть, какие, которые не работают на PS5 либо работают плохо. И там штук 10. И все. Всего штук 10. И они не сильно популярны. Там самый популярный какой-то ассасин, по-моему, синдикат или... Не, не синдикат. То ли единство, то ли... Я не помню. В общем, какой-то ассасин такой тоже не самый популярный. Криво просто работал на PS5. Короче. Нормально он? На тебе, пес. А, я че не отпрыгиваю-то? Ха, нормально он траву косит. Так, у нас еще донат. А что так... У меня жопа горит. На прошлом стриме наверстывал упущенное. Спасибо. Столько раз смотрел тебя в записи и не успевал задонить. Закрывал долги за 22-й год, так сказать. Да иногда проще подписки, хотя так поддержать тебя. Спасибо. А вот еще теория заговора. В 17-м году вышел Switch. В 19-м Light и 2-я ревизия. В 21-м OLED. В 23-м вполне могут выпустить что-то. Ну, какой-нибудь могут, знаешь, я говорю, там, какой-нибудь Light OLED, например. Так, что еще пишут? А, это читал. Дэн, наступил Новый Год и игр новых нигде нет. Ну... И даже покемонов на январь не обновили, да? Не объявили. Короче, ты меня достал, чел. Я не хотел на тебя тратить нормальные стрелы. Какой-то отстой. Почта России такая медленная. Все подарки заказывал месяц назад с Алика. Заказал там себе Зельду, Сплатун, Геймс РТ-4Ми. Ничего из этого еще не пришло. Так, а ты уверен, что это из-за почты, а не из-за Алика? Потому что они иногда тоже... Они иногда отправляют очень нескоро. Мне, например, тоже. Я на Алиэкспрессе себе заказывал и мне, получается, прошло пара недель и только вот на прошлой неделе мне пришла отбивка, что страна ой, посылка покинула страну. Понимаешь? То есть не почта России. До почты России она еще не доехала даже. Но это, говорю, про свой случай, да? То есть посылка только вот две недели они им ревновали ее в Китае. У них же там этот самый пандемия во все поля, поэтому там сейчас очень это самое. Выпустить Mario Galaxy 2 на Switch невыполнимая задача или в Nintendo не понимают, что хотят люди? Ну, они, может, не понимают, по чем ее продавать. Потому что вроде как за фулл прайс совсем охренели, а какой бандал ее кидать, тоже непонятно. Может быть так. Так, давайте я, короче, промотаю просто сообщение, иначе я не увижу, не доберусь никогда до актуальных. Привет, привет. Алиэкспресс очень плохо довозят. Да, проблемы на таможне. Где Эстус? Попозже. Да, в Китае из-за короны все медленно. Как относишься к тренде? Да, особо никак. Что? Что лучше купить Nintendo Switch или PS4? Switch. Играл ли ты в серию Monkey Island? Ну, считай, что не играл. Так, чуть-чуть поковырял. Не особо. Вот, да, Крис Арма пишет. Олед с Алика прошел за месяц. Упаковывали долго. Заказ на Алиэкспрессе 1 ноября получен на почте 31 января. Января? Может, декабря? Хотел бы перезапуск Super Mario Sports. Не знаю, честно говоря. Так, я хотел залезть вот сюда. Честно скажу, не знаю. Я бы хотел, чтобы сделали нормально, но это не факт, что они сделают нормально. Учитывая, что взять тот же Mario Tennis. Вот теннис, который Mario Tennis мне нравится, это Mario Tennis на Nintendo 64. Вот я сейчас с него играю, я понимаю, да, вот такой теннис мне нравится. Все остальные Mario Tennis мне не нравятся. То есть я пробовал и на GameCube, и этот сам, ну, естественно, Mario Tennis Aces на Switch, и на Wii U. Ну, на Wii U еще более-менее, как бы так, но все равно. И что-то не заходит. Microsoft Light Simulator 21 это не игра про самолеты с огромным открытым миром, а лучший платный навигатор, который весит 120 гигов. Ну да. Что значит игра на Switch для смысловой нагрузки? Ну, персону поиграй, не знаю. Писал про почту. Так вот, заказывал из магазина GameStop, отправили в первый же день, после того, как пришло в Россию, нет никаких вестей уже две недели. А, понятно, такое бывает, да. Бандл Galaxy 1 плюс 2, 3D All Star ограниченным тиражом выходил. А, да, в принципе, в этом есть смысл. Тогда есть смысл. Ну, с другой стороны, игра, которая в двух бандлах, тоже как-то, не знаю. Mario Golf на 3DS классный, да, он на Switch вообще хороший. Mario Tennis на N64 замечательный, хотя на 3DS неплохо. Ну, 3DS мне тоже не очень зашло. Что за тренди, которого в последнее время начали обсуждать на стримах Дениса, хотя раньше о нем не говорили. Ну, блогер тоже. Зельда на Эмоли выглядит лучше, чем на Switch. Поиграл и там, и там, ну, хорошо. Такая же история со Strikers. Да, и со Strikers такая же история. Мне больше всего нравится самая первая, которая на геймкюбе была. В принципе, на Wii тоже такая, более-менее. Мне просто не нравится, что она-то какая-то футуристичная, с какими-то металлическими этими аренами. О! А это же монстр, это Torque, да? Так, где он может быть? Надо сюда, надо залезть. Так, эм, блин, эм, давайте тут появимся. Настоящий Mario Tennis где Mario Судья. Ну, тоже прикольно было. Линк куда-то бежишь, у халийского рыцаря нет цели, есть только путь, да. Так, еще донат, спасибо. Кстати, вот еще одна теория заговора. Каждый выход нового свеча сопровождался Зельдой. В 17-м Ботва, в 19-м Линкс Авеккнинг, в 21-м Skyward Sword HD, в 23-м ждем Тюорку. Совпадение, скорее всего, совпадение, но мало ли, кстати, да, новые поки в этом году. Ждем ремейк или новую часть вашей ставки. Мейк не новая часть, потому что, ну, новая часть все-таки у них тоже где-то 3 года выходит, да. По поводу Зельды и свеча, скорее совпадение, потому что, если даже брать выпуск Оледа, то он с метроид-дредом был синхронизирован, причем это в России дред, ой, Олед вышел с задержкой, а во всем мире Олед и... Ну, короче, они одновременно выходили. А, нет, не Monster Torque, это этот. Я же уже... Так, стой, стой, стой. Я не помню, ловил я этих чуваков или нет, но давайте на всякий случай... Так, скрытность. Кролики под Новый Год танцуют? Да. Вот, что еще? Так, ну, про покемонов ответил. Может, их сфоткать? Горный Владыка. А я его, по-моему, оседлывал даже, да? Руми. Ладно. Че, ботву так долго играешь? Нравится она мне? Ничего, можно ходить, бегать, делать, что хочешь. Шо, взмерс? Давай тебя приоденем как-нибудь. Вот так вот. Стоит ли взять прошитую вью, если есть свитч и мощный ПК? Стоит. Так, поиграл Metroid Prime Hunters на 3DS. Такое ощущение, что разработчики специально сделали для стика, а не крестовины. Ну, да, там же стик. Так. На чем лучше поиграть в Super Smash Bros? Да можно и на свитче. Ну, либо геймкьюб, либо свитч. Каждые 3 года. Но я имею в виду основные покемоны, поэтому я говорю, что скорее всего выйдет какой-то там ремастер, ремейк, типа того, но новые покемоны сейчас не выйдут. Именно основная серия. И скорее всего выйдет какой-нибудь ремастер старой части, или спин-офф, или и то, и другое. Они же тоже там пачками. Там покемон Unite вышел, по-моему, в один год. А, он же в прошлом году вышел. Или позапрошлом. Я не помню, когда он Unite вышел. Да, или спин-офф. На старом свитче первой ревизии на левом джеконе джойстик западает наверх. Надо ли чинить перед продажей? Но чинить перед продажей такая себе идея. Ты все равно на починку потратишь... Если ты сам своими руками починишь из каких-нибудь дешевых деталей, ну, например, тогда да. А если ты просто там кому-нибудь отдашь, там, и тебе, не знаю, тысячи три из тебя или сколько там возьмут за починку, потом ты все равно, ну, эти деньги, по сути, потеряешь. Тебе проще скинуть, ну, дешевле сделать, даже не на цену ремонта, а там чуть меньше и выигрышно, мне кажется. Добрый вечер. Игров... А, на Nintendo... А, ты этот имеешь в виду? Хорошо, я... Подожди, а какая тогда выходила на 3DS-ке? Какой-то Metroid был, который я еще... Federation Force. Тьфу, с ним спутал, значит. Денис, привет! С Новым Годом всех благ! Подскажи, что делать со стиками на Lite. Третий раз уже меняю. Оригинал около года отработал. Остальные два комплекта часов по 300. Слушай, ну, видимо, ты как-то жестко играешь. У меня, кстати, вот сын поначалу, он очень жестко как-то играл. У него стики на любых геймпадах вылетали. Не дрифт, там вообще, а не просто... То шляпка, ну, там, конечно, отгрызал бывало, но... То есть, я видел просто, как он жмет, я говорил, ну, ты неправильно жмешь. Не надо так жать. Но, в принципе, ничего особого не сделаешь, только замена стика. Так что... Ами в Экзельде у меня есть из Тволайт Принцесс, Линк. Юнайту год. А когда он вышел-то? В 22-м, получается? Сложно просыпать свитч, но тут это не ко мне. Будут ли еще зельды, кроме того, что в мае? Подожди, где... Где звезда? Точно, что же звезда была. Пропала, что ли? Или она сзади где-то? Блин. Сколько часов в зельде? Ну, что-то сколько мы смотрели? Около... Ну, меньше 300. Путь будет 250. Создаю 3D аватаров. А 3D это как? В смысле, что они моделька? Ну, что, где-то вращать ее прям даже можно. Зельды могут быть на свиче, да. Ой, слушайте, что-то не хочу, я здесь уже с ними тусить. Мне здесь не нравится, пошел я отсюда. Так, ребят, не стоит со мной ссориться. А, что, у меня лук сломался. Вот незадача. ганны навалить? Нет. Что, король денежных кроликов вроде где-то в районе... Да, вот я такого хотел, да. Какого-то денежного кролика. Федерейшн Форс сыграл 4 миссии и вырубил. Эта игра, как Зельда Три Форс Хирос, только для пати, одному там делать нечего. Ну, проблема в том, что я не играл Федерейшн Форс с кем-то, но Три Форс Хирос мне не зашла. То есть, даже вот Форс Форс, которая на геймбой еще, по-моему, была и на Диэске, она лучше, она интереснее. А вот Три Форс Хирос, она какая-то вообще, не знаю, как Зельда для бедных. Ну, если первый раз, если уже была активация Триала, то не сработает, конечно. Блин, что-то везде полно всего. Полно врагов. Мотоцикл чем угодно питается. Просто у меня бананов больше всего. DLC для Зельды, где дают мотоцикл, платный, да. Оно сюжетное. И его нужно сначала пройти. Там где-то часов 10 геймплея, но может меньше. Привет, смогу ли использовать Покемон Банк со взломанным 3DS? Я не могу гарантировать, но скорее всего, да. На 3DS-ке там вообще взлом, ну, там люди в интернете играют, без проблем. Куплю. Чего? Ладно. Что за лут? Где? Какой? Привет, а что за игруль на... Это Тетрис? GTA 5. Вот. Вот. Так, подожди, Лёва, сейчас донат придёт. Мне кажется, ты уже такое писал, нет? Время замечательных историй. Продавался вы старый свитч, полностью сбросил. В итоге 350 часов в Animal Crossing и 150 в Батве были потеряны. Не повторяйте моих ошибок. Всех с НГ я побежал за пивком. Спасибо, Лёва, но я до всех случаев напомню, во-первых, что у меня есть видос по грамотному переходу на новый свитч, во-вторых, что лучше его посмотреть до сброса. И самое главное, если у тебя была подписка, то, по идее, зельдовские-то сохранения должны быть синхронизированы. А вот с Animal Crossing, да, то есть тут нужно переносить через утилиту. И Animal Crossing остров нужно переносить уже на готовый. Смотрите, какая классная тень на этих горах. Посмотрите, какая офигительная работа света и тени в игре на слабом железе. Но я не говорю про этого дракона, который там летает. Но это же просто шедевр. Это не вопрос там графона и там техники или чего. Это даже вопрос просто вот подхода к арт-дизайну, к оптимизации, ко всем этим хорошим вещам. О чем ты мечтаешь на 23-й год? Не знаю так особо. Босс DLC Батвы, после которого получаешь мотик самый крутой в игре, я считаю. Подожди, еще. Кубик справа. Какой кубик? Я уже проехал, видимо. Есть инфа, когда метроиды выйдут? Нет? Нет инфы? Отлично, топливо закончилось. Самый, блин, подходящий момент. Я говорил, что когда-то изначально они хотели сделать мотоцикл в форме волка. Но потом подумали, блин, что-то волка, он же ездит на лошади всегда. Давайте сделаем мотоцикл в форме лошади. Но показывали этот мотоцикл на как бы как это называется вот когда арты делают, да, готовят к игре. В общем, насколько он там круче выглядит на самом деле, чем лошадь. Мне кажется, он такой брутальный прям. Свич про, наверное, играешь. Да, да, да. Надо, кстати, в покемошку сходить. Но она, конечно, нас не будет радовать визуально. К сожалению. Так что, ладно, может, не пойду. А то вы все разбежитесь со стрима. Но игра делалась под слабое железо, конечно, да, но покемоны тоже делались под слабое железо. Как бы, есть нюансы. Так что, вот. Купил по новогодним скидкам Doom 93-го года за 8 злотых. Вообще, по кайфу. Круто играть с гироскопом. До этого проходил на компетенции, как неудобно играть на стрелках мыши. На стихах гироскопе очень приятно. От Киви. Спасибо. Привет. Скоро приедет ко мне Switch. Какие игры посоветуешь? Типа, как Зельда Ботва. Ну, во-первых, напоминаю, спасибо за донат. Напоминаю, что у меня в описании есть ссылка на видео Must Have Игры для Nintendo Switch, которые можно посмотреть. Видео актуально, разве что Кирби бы туда добавить покемонов. И можно выбрать для себя. Во-вторых, если как Зельда Ботва, прям нужно. Ну, не знаю, самый ближайший, наверное, покемон Legend Arceus. Покемоны делались за полгода на недодвижке. Ну, скорее всего, да. Так, давай-ка. Блин, скажи, мне эта пропасть нравится. С Новым Годом, с Новым Годом всех зрителей. Вот сегодня в Скорим на СЧ засел, прям клево. Там, кстати, выше кто-то писал, что Скорим никак не заходит. Скорим, если что, такая игра, где нужно не столько играть, сколько жить. То есть ты заходишь и просто живешь. То есть не так, что, так, что здесь делать, где убить босса, вот это все. Все амибки у друзей скопировала с помощью мастера домофонных ключей. Очень много теперь новой одежды. Прикольно. Купить серию СХ или ПК отдельно для игр. Ну, не знаю, Я бы сейчас, наверное, уже ПК. Я вот думаю себе видеокарту поменять. Я так посмотрел, я прогнал кучу тестов своего ноутбука и своего ПК еще раз перепрогнал. В общем, что я выяснил, что все-таки, конечно, проц на моем ноутбуке слабее. Ну, там i5 11-го поколения, а у меня i7 8-го поколения на ПК и он все еще тащит. По поводу GPU, у меня на ПК десктопе 1080-е, а на ноутбуке у меня 360-лаптоп эдишн и в принципе там по GPU ну, общая оценка в 3D-марке там что-то чуть-чуть больше у ноутбука. То есть, там небольшая разница на самом деле. Я думаю, если купить какую-нибудь 3080 для или 3070 даже там TI для ПК, то мне это более чем... Ну, просто мне надо иногда в оффлайт-симулятор гонять, да? Какой-нибудь там Евротрак-симулятор такого плана. Чего на консолях либо нет, либо работает так себе. Привет с наступившим. Что лучше брать за 5К рублей ведьмака или Зельду? Ну, Зельду. Думаю себе в феврале олд 3DS взять? Какие игры можете посоветовать не считая эксклюзивов Нинтендо? А почему именно олд? Почему не нью? Я рекомендовал бы нью. А если игры кроме эксклюзивов Нинтендо, там почти все эксклюзивы на 3DS-ке. Ну, не все Нинтендо, но так или иначе там очень мало каких-то кроссплатформенных игр. Ну, они есть, но в них как раз скорее не стоит играть. Что думаешь про такую легендарную игру, как Doom 93-го года? Все взрослые люди, которых я спрашивал, говорят, что в свое время была крутой. Что думаешь? Ну, она была крутой, конечно. Она и сейчас крутая. Мне нравится до сих пор левел дизайн. Мне нравится просто в этой игре, не знаю, там иногда захожу. Я, ну, не захожу прям проходить ее. Я, наверное, ее полностью вообще никогда не проходил. Но мне до сих пор нравится вот в нее заходить, именно по уровням там бегать, изучать там что-то, искать какие-то вещи, которые допустим, ну, когда-то знал, где находится. Сейчас уже не помню. Так что, мне кажется, Doom, Duke Nukem, в принципе, наверное, первый Quake. Мне, кстати, первый Quake почему-то больше эмоций вызывает, чем второй. Не знаю, почему. Второй я проходил, но, честно, я его почти не помню. Первый проходил, второй проходил, но второй я почти не помню. То есть, он мне как-то вот пролетел просто. Может, я все-таки не прошел. Не знаю, мне казалось, что проходил. Но вот эти игры у меня как-то прям вызывают до сих пор. Они мне нравятся. Скажем, Serious Sam, там, первые, второе пришествие, которые там я долго любил. Но сейчас в них играешь, ну, не знаю, как-то вот, как-то не очень. А вот Duke, там, Doom, до сих пор играю с удовольствием. Какие есть годные игры жанры фермы на Switch, не симуляторы? То есть, фарминг-симулятор не берем, да? Stardew Valley. Что? Годная ферма. Хорошая, интересная. Вот эти все анимеджи RPG фермы я все хотел попробовать, но так и не попробовал, поэтому по ним, наверное, не смогу подсказать. Где этот плащ достал, как называется? Это этот, сейчас скажу, как называется, а где достал, я не помню, к сожалению. Я уже не помню, что я где доставал. Это броня Ганана Фантома. И пона же Ганана Фантома, соответственно. Вообще, зачем я в них хожу? Хороший вопрос. Не многие знают, но первый дом был реально очень графонистой, требовательной игрой. Люди очень дорогие компы под нее собирали. Это да. Помню тогда. Нужно аж 8 мегабайт оперативной памяти, чтобы нормально тянул. Привет, с Новым Годом. Привет, с Новым Годом. Поиграл тут Blizzard Arcade, Rock'n'Roll Racing, там божественный, который ремастер. Да. Есть смысл покупать амибки, что они дают. Но это в первую очередь коллекционирование, а так иногда дают в каких-то играх какие-нибудь бонусы. Ладно, пойдемте, я реально покемонов пособираю. Чисто так, под разговор, я ж не играю, я так тыкаю кнопочки, а там как раз нужно протыкать кнопочки. Лучший Story of Seasons еще не придумали, пишет TimeCop. Ну ладно, не придумали, так не придумали. Играл на свече в Зеленый Ад, если играл, как тебе? Green Hell? Играл, но я честно скажу, я чуть-чуть поиграл. Ну и работает она, конечно, так себе. Может быть, я бы в нее поиграл на чем-нибудь более производительном. В Дюка на свече решил поиграть, и в эту игру еще папка мой играл в молодости, что-то вообще не понимаю, куда идти и т.д. Так что, идешь куда можешь. Старые игры, тут там нужно уровни изучать. Там у каждого уровня есть конец, да, там это вот такая эмблема радиации, вот которая, эмблема Дюка, это конец каждого уровня, тебе ее нужно разбить. Тебе нужно просто дойти до нее и разбить. Ну и, соответственно, нужно найти, где она на уровне. Уровни не такие уж и большие, в принципе, поэтому просто идешь, ищешь и все. Денис, подскажи, пожалуйста, замечал ли странную размазанность при движении персонажа в Quantum Break, запускал на боксе, видел такое. Да, это там использовалось один из первых примеров вот этого, как он, ТА, по-моему, Temporal Anti-Ali-Sing, или как он называется, это, который использует восстановление по соседним кадрам. Работал он тогда криво, и... Так, хорошо, мне сюда. Работал он тогда криво, и... Поэтому такие сильные тени. Сейчас очень многие игры используют ТА, но гораздо лучше. Может ли Стар Дювери служить демкой в Animal Crossing? Нет. Определенно нет. Вспоминайте времена, звуковая карта была признана Комтоп ПК. Ну, это, кстати, тоже, да, потому что саундбластер, помню, 16 бит. Девятого уровня? Что ты сделаешь? Что ты здесь делаешь? Иди, беги. Беги. Не люблю ПК из-за геймора с железом, не шарю за это все, а потом еще думаешь, блин, потянет ли игра или нет, а через 4 года железо устаревает. Консоль на 7 лет в среднем купил, включил игра. В целом, да. Покемон Сворд прошел 2 гима, игра понравилась, буду дальше проходить. Да, хорошая. Ну, это, конечно, мне кажется, в целом лучше, хотя в Свордшилд по технике, по технической части все гораздо приятнее, плюс там есть нормальный онлайн. Ну, точнее, он там по сути только и есть, потому что больше нигде такого крутого онлайна нет, как в тех покемонах Свордшилд. Давайте-ка здесь побегаем. Почему Animal Crossing брать лучше в цифре, не на карике? Слушай, я столько раз это объяснял, что просто, просто поверь. Ну, или не верь, дело в твоем. Видел ты в Талисман, играл вне стрима. Как в итоге стрим с подписчиками в Талисман будет? Пока не знаю, пока не сильно распробовал, и поэтому пока не готов дать ответ, но в целом, наверное, еще попробую, по крайней мере. Сама концепция мне более-менее интересна. Кто ж спамит-то, а? Выпустили бы комплект игр на Switch Animal Crossing и Doom. Что думаешь о том, что было бы, если бы сейчас Sega восстала бы из пепла и сделала бы Dreamcast 2? Ничего бы не было. Metroid Dread, норм, что я шатаюсь сейчас, шатаюсь по карте, ищу, что мне надо делать, куда идти, это часть геймплея, или я туплю, лучше прохождение посмотреть. Но... Видимо, ты тупишь, но... Ну, как бы смотри, с одной стороны, изучение карты это часть геймплея, с другой стороны, ну, час не понимать, куда идти, это тоже как-то перебор. Услышал про саундбластер, а шелдскулы свело, ага. Так. Давай, Dick, это кому? Dick. Этому, да? Нет, Dick. А, хотя, подожди, да! Блин, у меня фалсвайп, не так его жалко. Может, булдоз тогда? Да. А, не-не-не, ну нафиг, не, не хочу. В кроссинг часто заходишь, обычно ненадолго, лень картридж переставлять. Это вот ответ про, написали, про почему кроссинг лучше в цифре. Почему на рынке консолей такая жесткая олигополия? Я к стыду своему забыл, что такое олигополия. Так, а здесь, здесь же, наверное, нет никого, я здесь лагерь-то зачистил. Моя первая видеокарта, пишет Камиль, была Riva TNT 2, 64 мегабайт. Такая у меня тоже была, кстати, но она была не моей первой, конечно, но у меня до этого еще был S3 Virge. О, подожди, у меня есть такая? Нет, ловим. Когда несколько монополистов. А, ну, что я тут могу сказать? А что плохого? Если в Анимал Кроссинг концовка, ну, приезжает этот, когда KK, тогда вроде как титры идут. Можно считать, что это концовка. Помню, еще играл в Дикнукин, там были какие-то крутые чуваки, которые кидали под себя гранаты и прыгали очень высоко. Не, в Дикнукин таких не было, это в Квейке были. Сам хочу коллекционировать консоль, уже план есть Nintendo GameCube, потом будет Wii U, потом либо N64, либо Dreamco. Но, честно говоря, N64 мне даже не хочется в коллекцию, не знаю почему. Плохо отсутствие выбора по факту? Не знаю почему, всегда выбор-то есть. Тем более, что если мы говорим как бы об эксклюзивности вот это все, то есть игры сейчас очень многие завозят и туда, и сюда. Конечно, хотел, чтобы этого было больше, но... Так. Ну блин, я хотел в него бросить этот. За N64 обидно было, но сорян. Может во мне говорит Эстус, но по-моему покемончики вполне нормальные по графону, пишет Владимир. Это Эстус. Это Эстус. В Дегонина не знаю, я ж не на улице сижу. Дождь или нет. Если считать Китай, там много консолей на любой цвет и вкус. Ну и в принципе, понимаешь, когда говорят, типа, вот консолей мало, ну так что ж поделаешь. Ну типа, сделай консоль новую. Вопрос выживания это не то, что кому-то искусственно ограничили что-то или что. Это вопрос в том, что да, запустить свою консоль это сложно. То есть нужно договариваться с разработчиками, нужно заранее все это планировать. Так что это, да, это очень большой объем и работы, и объем изначально инвестиционных вложений. Поэтому неудивительно, что сейчас в принципе в этом лидируют компании, которые ну просто давно это сделали. Хотя тоже, когда первый PlayStation запускали, это был тот еще ад. Скажем, запускать NES для Nintendo было гораздо проще, чем запускать первый PlayStation для Sony. Гораздо, просто небо и земля. Вот. Поэтому чем позже, тем сложнее, да. Ну что ж поделаешь. Саундбластер, помню, папа задарил зашел в Doom, там такой дробовик, дыдыш, прям кайф. Я помню, мне это комп тогда купили, и там была звуковуха саундбластера ве64. И тут я понял, что да, надо мне музыкой заниматься. Ве64, ну ничего себе, блин, вообще. Слушай, может туда сходить? А, во, тренеры покемонов и вот этого чувака. Такого я ловил, такого ловил, такого ловил. О, а это что за дятлы? А, у меня такой есть. Представь, если бы можно было купить только три марки машины, но этот трэш ведь слишком малопроизводительный консоль на рынке. Ну так еще раз, а делать-то что? Ну это ж не то, что кому-то запрещают быть производителем консоли на рынке. Майки, по сути, догоняли уходящий вагон. Это да, да, то есть майки в такой ситуации тоже уже были. Ну и в принципе-то они неплохо стартовали. Конечно, они очень много вложили в это бабок. Этот чувак похож, вот его покемон, знаете, как в фильмах где-нибудь. А, в этом Warg Survival Evolved если накрутить стрёмного персонажа какого-то там реально какой-то странный редактор, то можно вот такого уродца создать. Похоже очень. Ой, блин. Когда будет Свич 2, будет ли обратная совместимость? Я думаю, будет. Либо будет, это очень нескоро, но я думаю, что будет. Бродил как-то воре 2 часа по карте, залез уже далеко вперёд, реально потел, думал, что нереально пройти. Оказалось, пропустил какую-то способность, 2 часа ещё потом искал, где что пропустил. Ну да, так и бывает, кстати, с Метроид Дредом в принципе тоже, наверное. Покемоны норм по графону в портативе? В портативе... А, это утверждение. Зачем на телеке покемонов убрать? Ещё каждый раз, когда хочешь поиграть в покемонов, достаёшь консоль. Зачем? Если можно так играть. Я не понял, чем его бить? На него... А, всё. Elden Ring я не проходил вообще. Довольно неоднозначный вопрос, пишет Макс. Это, видимо, про Олигополию. С одной стороны, люди просто привыкли сидеть на определённых консолях, с другой вы же не хотите. Хаос из 90, где был миллион консолей, но большинство было одном. Да. Тут просто, ну, как бы, рынок отрегулировал сам себя. Это же не тот рынок, который искусственно регулировали, а такие примеры есть. То есть, это, ну, рынок сам себя отрегулировал. Если в машинах вышло так, что, ну, прикольно, когда есть много разных производителей, то в плане консолей оказалось, что нет. Но, с другой стороны, всегда есть ПК, у которого куча производителей, да, платформа одна. Ну, не одна, там, как бы, несколько, но, если там, берём Windows ПК, то, куча производителей, вот тебе, как бы, другой пример. Так что, то есть, в принципе, если рассматривать рынок с точки зрения вообще не именно консолей, а вообще игрового железа, то всё нормально. очень важный жизненный вопрос, почему в мире покемонов можно засунуть в покебол покемона, но нельзя человека? Я думаю, что покемоны имеют какое-то особенное строение. Вполне возможно, что в мире покемонов все люди просто обдолбались, и никаких покемонов не существует, а у них просто массовые глюки. И это, заметно, всё объясняет. Так. Ага. Так. Что ещё пишут? Как байонет? А, это не я. Пишу не через донаты, прям как-то не по себе. В бар зашли немец, француз и русский. И дальше. Если не устраивает графон, то выточил свитч из дока, вставил обратно, и всё, 8к 60 фпс у вас. Блин, я так и не снял на эту тему видос. Надо что-нибудь снять. Цены на кубик в России, конечно, не соответствуют качеству, к сожалению. Куб по цене Wii U, понимаю, что он довольно редок, и всё такое, жаль, что eBay у нас закрыли. Но я, кстати, когда-то покупал GameCube за что-то тысяч пять. Ну, то есть, и то я такой, ну, блин, тысяч пять. Ну, учитывая, что мне продали, да, два геймпада, но ни один из них не оригинальный. Я потом ещё геймпад нормально докупал. Ну, не докупал, мне дарили, но неважно. Но суть в том, что вот тоже, пожалуйста, такой вот вариант был. Но когда-то стоил дешевле. Стоит ли брать GTA на Switch за такую цену? За какую? Выпускать консоль надо с эксклюзивной игрой, тогда есть шанс. Но игра должна быть Зельда или Мария. Ну, уровня, да? Ну, да, то есть, нужны нормальные игры в поддержку. Тут проблема в том, что игровая консоль, то есть, как мы её воспринимаем? Если мы воспринимаем просто как игровое устройство, то, серии, да, игровых устройств на рынке куча. А если мы воспринимаем какую-то свою экосистему со своими эксклюзивными играми, тогда, конечно, тогда, конечно, это всё гораздо сложнее. И да, тогда можно говорить об олигополии, но тогда с другой стороны, ну а что ж поделаешь? Есть ли смысл брать Switch 2 на старте? Давай она сначала будет объявлена хотя бы. Не завидую тем, кто купил в то время ту же 3DO или Atari Jaguar. Да? Да? Или это тоже, когда Dreamcast тот же? Ну, с одной стороны, люди говорят, ой, блин, как Dreamcast. Но на самом-то деле, Sega тогда, по сути, несколько поколений просто разводила пользователей. То есть, сначала выкатили 32X, потом выкатили этот Saturn, потом уже Dreamcast. И всё, по сути, было недоделано. И, ну, как будто вот не было, что вот мы сейчас выпустим что-то, вложимся, будем в это верить. И вот не было такого. Хватало. Поэтому, так, у нас донат. Сейчас, спасибо. С начала 90-х до середины нулевых было куча консолей и платформодержателей, и все погорели. Даже такие гиганты, как Sega. Быть платформодержателем очень дорого. Не у всех компаний были деньги на поддержку своих платформ. Я не уверен, что NIN было легко выкатывать NES почти умершей индустрии игр. Но почти умершей, наверное, да. Но, с другой стороны, просто у Nintendo, по крайней мере, был свой штат разработки игр. Плюс почти все эти игры они в итоге портировали на, ну, ранее имею в виду, на игровые автоматы. Поэтому, в целом, они так и с минимальными потерями входили в этот рынок. И тогда, в принципе, меньше, наверное, требовалось, в принципе, и денег, и всего, чтобы выйти. Опять же, выходить на рынок, которого не существует. Nintendo это обожает. Но! Ну, тут да, вабанг, либо получилось, либо не получилось. Могло не получиться, но это не были такие затраты, как сейчас даже. Так, давай-ка мы другого возьмем. Это, я так понимаю, Fairy Type, да? И кто у нас против Fairy Type? Драгоны? Я не помню. Сейчас геймкюб от 10к в среднем. Ничего так. Ну да, вот Олег тоже правильно пишет. Для выпуска машины нужно собрать ее с деталей и создать ПО. А консоль это выпуск консоли ПО, эксклюзивов, договоренностей с разрабами. Да, причем и игры-то не делаются как-то быстро. То есть если машину ты можешь собрать, ну допустим, из готовых каких-то деталей, а потом заанонсировать какую-то новую модель и в нее уже как-то вложиться в разработку, то с консолью так не получится. Ну разве что выпустить консоль для существующих игр, а все-таки спросят, и зачем нам это надо? Ну правда, Steam Deck зачем-то людям надо. А, нет, так не работает, конечно. Как вариант, весь мир покемонов особо продолжительный и персональный глюк некого Эша Кэтчема. Это, кстати, объясняет, почему все вокруг нормально взрослеют, а Эш уже восьмой сезон десять лет. Ну или так, да. Не, в Юнайт не хочу. Российский шоп не заработал. Выбирал между Дримкой или Кубом? Выбрал Кубы, ибо библиотека игр больше на много и проекты с Экзами намного интереснее выглядят, чем на Дримке. Ну, учитывая, что я считаю GameCube одной из самых слабых консолей в плане Экзов, что ж там на Дримке-то? Ну, я просто сильно не интересовался Дримкой, поэтому я серьезно не знаю. Но, видимо, все еще хуже. У Сеги вообще был хаос из-за американского и японского отделения. Это да. Половина решений продуктов была несогласованной с Сегой, ожидаемо выходили провалы. Ну да, то есть они как будто уже не знали, что они сами-то в принципе хотят. Эша заменят? Ладно. Персона на свитч не мылит. Мне не мылит, не знаю. Мое мнение, что она не мылит. Кому мылит, тот пусть, не знаю, играет, продаст свитч. Мне кажется, если вот, ну, персона 5 на свитче мылит, тогда просто на свитче играть ни во что невозможно. Мое мнение такое. Просто чему к чему от претензий к персоне 5 на свитче, я вообще не понимаю. Ну, кроме того, что да, она темноватая какая-то. Это, ну, и это, я был единственным чуваком, который вообще в интернете высказывал такую претензию. Мне даже в комментах никто, типа, ну да, 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 вот тут Дэн правильно отметил, никто такого не писал. Хитрый лось пишет, везет людям, выбирают. В те времена мне покупали, что было на рынке. Ну да, там, купил тебе батя не ту консоль, ну, потому что, я не знаю, продавец его развел, потому что она была в наличии, потому что она была дешевле, потому что, не знаю, вставь сюда любую дурацкую причину и все. А ты такой, а, блин, а что мне теперь с этим делать? Приходишь такой в школу и говоришь, а у меня Atari Jaguar и тебя просто там, побили. Atari Jaguar, у него приколись, пацаны, а, лол. Ну вот. Когда выйдет PS5 Slim Pro? Возможно, в этом году Slim. Вау, Кирби, наконец, меня добил. Во втором водяном мире перебор с трубами не разочаровал, но дом ужасов в зоне аттракционов меня покорил. Ходить в виде лампочки и потом с огромным мечом это топ. Не, ну мне, кстати, с водой понравилось с трубами. Алексей пишет, сравнение консолей и авто некорректно. Авто само есть продукты, консоль устройства для потребления продуктов, игр. Кто вам их разработает, пойди договорись. Ну, тоже, в принципе, здравая мысль. Ну, это как взять, например, не знаю, кофемашины, да? То есть, у нас брендов вот этих капсульных кофемашин, я думаю, консоли можно сравнить с капсульными кофемашинами, да? Потому что, по сути, что с консолями, что с кофемашинами, самое главное, это не кофемашина, а продукты именно, да? То есть, кофе или игр. И брендов не так много. Систем, если даже так вот. Не брендов, а систем. Но, при том, что, как минимум, один производитель владеет сразу двумя брендами. Я про Нескафе. У них и Неспрессо, и Дольче Густо. Так. Какая-то у меня мысль была по этому поводу, я ее забыл. Да, по Персоне 5, если что, у меня был стрим, можно посмотреть. Так. Сюда. У Steam Deck есть смысл, ты получаешь свою библиотеку Steam по цене консолей и игры по низким ценам. Если же делать полностью новую консоль для существующих игр, то смысла нет, есть геймпасс. Ну, ты-то, конечно, получаешь и библиотеку игр, в которых ты играл, но, опять же, блин, я же именно тебя хотел поймать среди всех. А, так я его и не ловил. Ладно, поймаем. Короче, к чему я? Что ты же, наверное, эти игры покупал, имея что-то, да, на чем эти игры запускал. Поэтому Steam Deck это из серии, а вот теперь в портативе. Скарлетт советует разработать дракона 75-го левела в регионе, где последний старт... Последний кто? А, старт-тим босс. Так это вот здесь, последний... А, или ты имеешь ввиду... Ну да, здесь. Вчера температура поднялась до 39,5, держась день без симптомов, потом упала до 37,5. Много таких. Ну, и не веришь, что таких много, но такое бывает. ВК-плей выбил со стрима Исака, я на него обиделся. Козел он. Прикинь. ВК-плей, че ж так? Давай, наверное, ловить уже. Че он... Кстати, может, они синхронизовали время, что-то не светает? Или это потому, что у меня сюжетный момент? О Свиче слышал новость, что новая консоль Нинтендо, возможно, будет не портативной. Как тебе такая идея вообще? Ну, кто эту новость сказал? Эта идея тупая. И сказал, скорее всего, человек, который не сильно что-то разбирается. Потому что делать стационарную консоль для Нинтендо сейчас смысла нет. Абсолютно никакого. Скорее, если я сказал какой-нибудь очередной там или Digital Founder или какой-нибудь очередной техноблогер, который привык дрочить на циферке. Ему циферок мало. Он такой, блин, 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 надо, чтобы было 8К, 300 FPS, иначе Нинтендо ждет провал. Как тут недавно что-то написали тоже. Ну, вроде бы, это не ДТФ так писали, а перевели плохо, но все равно. То есть из серии, ну да. Кто-то у Нинтендо уже последние поколения сплошные провалы из-за того, что они слабенькие. Выкопывай, объясняйся, да. Что делать, если у свеча в режиме ожидания вибрирует голубой джейкон и от этого быстро садится батарея? Не знаю. А, Digital Foundry, ну, понятно. Ну, я-то, видишь, я даже угадал, кто сказал. Так что неудивительно. Я вот этого Линнемана не понимаю. Вот он реально очень скользкий чувак. Вот самый мерзкий чувак в Digital Foundry это Линнеман. Вот у него просто, не знаю, проблемы какие-то. Ну, я даже не про тот срач у меня с ним был в Твиттере. Дело даже не в этом. А в том, что у него есть рубрика. Кстати, прикольная. Мне она даже нравится. Рубрика ретро. И он там рассказывает про старые консоли, которые там, типа, вот, там до сих пор там смотрится игра туда-сюда. Потом этот же Линнеман говорит, нет, ну, если Switch там, ну, или как-то так, он что-то сказал, какую-то такую фразу. Там, конечно, двояко можно поднять, может, он не это имел в виду, но учитывая, что все поняли именно так, но, видимо, значит, все-таки именно так. Вот, если Switch там не будет, не знаю, сравнимы там с PlayStation, с Xbox, все, и ждет провал. Чел, блин, ты! Конкретно ты ведешь ретро-рубрику. Конкретно ты там постоянно раздаешь комплименты старым играм, которые до сих пор, по твоим же словам, хорошо сохранились. У тебя этот, шизофрения? Раздвоение личности? Или что? Вот, 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 мне иногда его просто спросить хочется. У него реально, он иногда что-то говорит, у него как будто, вот, противоречие просто, вот, чуть ли не в одной фразе бывает. Самый странный чувак вот из них, самый какой-то вот непонятный. То есть, остальные все, ну, как бы, каждый там во что-то загоняется, но последовательность есть, да? А вот у Линнамана, он просто то одно, то другое. Вот, у него просто нет вот этого сочетания какого-то. Как это назвать? Сочетание? Плохое слово. Сочетание. Будет ли Атоми Хард в Xbox Game Pass? Ну, должен. Ну, скорее всего, не в России, но это же можно на Польшу переключиться. Или на Турцию. Обычно так говорят люди, которые игры, в принципе, не играют, вот, рассуждают сухой логикой. Да, да. Ну, то есть, даже вот из серии зачем Nintendo конкурировать с PlayStation и Xbox? То есть, она с ними не конкурировала, прекрасно себя чувствует, зарабатывает кучу денег. То есть, просто вот подумать, зачем Nintendo, вот, чисто, чисто бизнес, чисто бизнес. Зачем нам конкурировать с PlayStation и Xbox, если мы не конкурируем с ними и зарабатываем кучу денег? Да? Отвечает Александр Друзь. Да, да, у Nintendo консоль слабее, продается лучше, чем Sony Box. Опять же, тот же Lineman, блин, чувак, ты любишь старые консоли, ну, так, какая была самая консоль популярная пятого поколения? PlayStation 2. Какая была самая слабая консоль пятого поколения? PlayStation 2. Wait a second. или V? Ну, то есть, из серии, конечно, да, свечу объективно не хватает мощности даже для каких-то игр, но когда вот это говорят, что вот, там надо сделать стационарную, надо вот это самое, надо, чтобы она там что-то PlayStation, Xbox, как только вот начинают мешать там PlayStation, Xbox, все, человек сразу не сильно понимает, о чем речь, потому что, как я уже много раз говорил, Nintendo давно избрали для себя бизнес-стратегию Голубого океана, им конкуренция не нужна. Конкуренция нужна тем, кто иначе не может. Была инфа от кодера, что в ранних прошивках Switch'а были строчки якобы от стационарной версии, нет, от улучшенной версии. Или ты, это откуда новость? Просто я слышал про улучшенные. Так, супер эффектив, давай. Мне кажется, пишет, а, игра Яр, всем привет, с Новым Годом, привет, с Новым Годом. Сергей пишет, Сегрей, это правильно написано, ник. Кажется, что PlayStation четные четвертые и вторая намного успешнее первые и третьи. Как думаешь, пятая тенденция повторяется? Мое личное мнение, что мне больше нравятся нечетные PlayStation. Мне нравятся первые, третьи и пятые. Вот. Поэтому я абсолютно противоположен этим всем тенденциям. А по поводу продаж у PlayStation, я не помню, четверка обогнала первую по продажам или нет, но как бы первые там тоже были очень дикие продажи. Просто дикие. Nintendo может выпустить, что захотят, у них свои студии, огромная база фанатов, будет новая консоль даже в полтора раза сильнее свеча, всем будет плевать. Люди купят и будут играть в крутые игры, да? Но это как с этим было. Там GameCube, допустим, ладно, он еще довольно мощный был, он был мощнее PlayStation 2, потом выходит Wii, которая всего в два раза мощнее GameCube, но при этом GameCube был провальный, а Wii была мега успешной. Потому что дело не в мощности, дело в идее. И у Wii была идея. Вот у GameCube, кстати, идеи не было. То есть, даже вот, ну, его странная внешность, это все, это не идея, это просто и серия, давайте сделаем прикольно. Wii уже выпускали с конкретной идеей, под конкретную идею. Ну, хотя Wii U тоже, но просто с Wii-то они эту идею и продавали, а с Wii U они эту идею не продавали. Они такие, а давайте сделаем тупую рекламу. Потом будем удивляться, что-то не сработало, ничего. А так-то Wii U, конечно, офигенная была. Просто ее неправильно продавали. Nintendo сама породила, Sony теперь мучается, Nintendo не мучается. Dreamcast слабее был? Ну, я не помню уже с Dreamcast, он, я Dreamcast вообще здесь не считаю, не только потому, что он проиграл, а потому, что там и игр мало было, то есть, и играть как бы не во что было, и, ну, мне так кажется, ну, мое такое, знаете, мнение мимо крокодила по Dreamcast, потому что я, а, да, он психика, я, короче, этого файтинга взял, да, молодец. Привет, Денис, как дела? Мы вчера были в гостях, видел Xbox Series S, и как тебе? Европеец пишет, может, Nintendo хотят сделать, как было с Wii, Switch так и будет выходить, но вместе с ней у них будет и полноценная консоль. Что значит полноценная консоль? Это вот тоже какие-то странные слова, но какая полноценная консоль? Не будет, ну, что значит полноценная консоль? Блин, что это за консольный расизм? Значит, вот эта консоль полноценная, а это не полноценная. Вот Xbox полноценная консоль, да? Игр ни хрена нет, но консоль полноценная. Капец. Так что... Подожди, а я этот самый открывал? Ага, вот. были Crazy Taxi и прикольный Sonic. Вот это единственные игры, которые я с Dreamcast'а помню. И GTA еще. И все, и больше... так. Угу. Gamecube тупо Nintendo 64 на максималках? Нет. Так. Нельзя ориентироваться на продажи, которые были в 2000 году, например, 2020. И рынок меняется, тенденции тоже. Ну и что? И какая сейчас тенденция? Полноценная, если мне дверяки и две ноги. Ну да. Денису Gamecube была идея быть маленьким и самым мощным, но она не выиграла. Как и N64, как, кстати, и Dream, как и Saturn. Отличные приставки, но неудачные коммерческие. Но... Идея быть маленьким и мощным... Не знаю... Так себе идея из серии. А вот зачем? Ну зачем вот домашней консоли быть прям очень маленькой? Прям очень маленькой? Я понимаю, что когда Sony сделали Slim'ку PS2, ну так это была именно вторая версия, и как бы они посмотрели, они могут ее сделать. Ну давайте сделаем, она прикольная. А так вот изначально, а у нас маленькая консоль. Ну просто ты такой, не знаю, там... Представим, что ты как бизнес-инвестор, и тебе просто приходят чуваки питчить свои идеи, да? А ты еще и играть любишь. И вот тебе говорят, а наша консоль будет маленькой. А ты такой, а что, она будет портативной? Нет, но у нее будет ручка, чтобы ее взять с собой. И ты такой, так, ребят, она что, будет портативной? Они такие, нет. Да нахрена мне это тогда? Давай следующий. И тут выходят чуваки с PS2, и говорят, так, а у нас, короче, мы там заколабили, там, со Square Enix, там, с Rockstar, у нас выйдут три эксклюзивные GTA, там, финалки сюда, и просто ты уже сидишь и швыряешь в них деньги. Вот так вот отработал. Хотел написать непортативное, по Фреду опечатка вышла. Что-то много было ошибок в слове непортативное. Разве если сделать консоль на уровне Sony и бокса, количество крутых игр не уменьшится? Уменьшится. Я об этом говорю. Я об этом постоянно говорю, что игры станут разрабатываться дороже. Игры будут дороже, да? Я имею в виду разрабатывать их дороже, соответственно. И прибыль уменьшится, потому что продаваться они будут, скорее всего, за те же деньги, потому что дороже их никто не купит. Прибыль уменьшится, и игры будут делаться дольше. Проиграют просто все, кроме Джона Линамена, который почешет репу и скажет, о, вот теперь зашибись графон. А потом будет снимать очередной ретро-эпизод и рассказывать, как на Sega Saturn офигенно игралась, там, не знаю, какой-нибудь PowerSlave. Вот и все. Ну и техноблогеры такие тоже. О, да, офигенно. Типа знаешь, как сейчас, допустим, приносится кому-нибудь там в техноблог какой-нибудь, да, там приезжает новая 4090. Ну, к западным сейчас блогерам к нашим не приезжает, но не важно. И они такие, а, блин, ты че? А, вообще офигенно, там, фоткаются с ней, там, туда-сюда. А потом просто ты смотришь, какая самая популярная видеокарта в Steam. Я не знаю, какая сейчас, но еще недавно была 1060. И все. И я вот понимаю даже, что я себе не хочу 4090, даже не потому, что она дорогая. Как бы, ладно, допустим, можно теоретически там найти деньги, продать что-то или еще что-то. Ну, каким-то образом решить этот вопрос. Проблема в том, что, во-первых, она огромная, и я такую не хочу. Наверное, это главный даже вопрос. Не хочу себе просто огромную эту видеокарту. Да и не сильно надо. В рамки с покемонах пока не играю. Не знаю насчет полноценности, но на свитч уже портировались столько годноты, что даже мой друг Коробочник задумался купить лайт ради Blade of Darkness. Блин, что за игра? Прикольно. Сейчас только на свитчей в Steam. Я даже не знаю, что это за игра. Видишь, люди ради нее хотят купить свитч. Для меня покемоном, которого я встретил и поймал в 23-м году, оказался Вульпикс. Хотелось сначала прокачать, потом оставил его как первого покемона, которого я поймал в 23-м году. Денис, согласен, еще серия в Южном парке была по этой почти теме. Если ты про серию полотенчик, где они это самое... У нее дирам 128 гигагерц, что это? Не знаю, но это супер клево. То это да, блин. Это, конечно, смешно. Ну, такие типичные разговоры школоты про консоли. Начинали про Switch Pro, уже говорим о консольном бизнесе. Ну да. На факторию распродажи, что ли? Ну, я сейчас обзоров распродаж не планировал делать. Так, этот пойман. Иди сюда. Вот ты, блин. Насколько обычную 3DS неудобно держать? Да удобно, просто маленькая консоль в экшены неудобно играть. Понимаешь? В этом проблема. Сейчас стало... А, да, 1660 сейчас стало. Да, вот. Вот эту новость я видел, просто забыл, да. То есть, когда-то была 1060, потом все заменили на 1660. И все, как бы... Среднестатистический вот геймер там в гробу видал 4090. Просто в гробу видал. Я даже больше скажу. Даже когда они там подешевеют, они не будут очень популярны. Они большие. Ну, ты понимаешь, что тебе нужно менять просто комп ради нее. Просто весь комп. Если ты можешь, я не знаю, я могу вытащить свою 1080 и воткнуть 3080. И, в принципе, максимум, что мне нужно заменить, это блок питания. Я это уже сделал, кстати, заранее. Ну, так предвидим. Мало ли. Но, чтобы поставить 4090, мне нужно просто... Просто все сменить. Корпус. Ну, не то, чтобы все. Ну, ладно, корпус. Но все равно. И блок питания тоже. И корпус. И... Давай вот так. Голубанем. Сейчас тенденции больше к портативности. Раньше были популярны стационарные консоли. Но тогда портативные консоли не были... Ну, во-первых, они тоже были популярны. Давайте не будем забывать и первый GameCube, и то, что Nintendo DS там по популярности чуть-чуть до PlayStation 2 не дотянуло. Просто сейчас скорее другая тема, что если раньше портативные консоли и стационарные, это были два принципиально разных мира, то есть одни игры были там, другие там. И даже когда, допустим, игру портировали на портативную консоль, она, ну, во многом теряла. Были там исключения, но и то, допустим, берешь там этот самый Vasity Stories, тот же GTA, которая, да, была на PS2 и была портирована на PSP. Почти без потерь, да, почти такая же. Но так PS2 была самая слабая консоль, поэтому в том числе вот да. Так, Choose Next Pokemon, давай вот я вот эту возьму. Или вот эту. Или вот... Да, вот эту давай возьму. Вот. А так, в принципе, просто эти миры почти не пересекались. И сейчас, ты понимаешь, что сейчас реально выпустить на портативной железке, ну, выпускать абсолютно те же самые игры, что и на портативной железке, наоборот, на портативных те же, что и на стационарных. И все. И в тот момент, то есть очень долго, если мы заметим, вот какие игры выпускались там на PSP, на DS, вот это все, очень долго рынок именно шел вот к этому. И Switch, она стала вот именно идеальным. Вот этой идеальной точкой соприкосновения. До этого тоже были попытки, да, во-первых, был Game Boy Player на GameCube. Вот. Были портирования, опять же, некоторых игр вот на PSP, на PSV2, в принципе, тоже. Но Switch вот стал именно идеальным. Вот этим вот. Все. И вот пройдена точка невозврата, по сути. Когда оказалось, что одни и те же игры могут быть на консоли, которые могут быть одновременно и стационарные, и портативные, и пофиг. В принципе, конечно, это нам еще не Switch показало, еще всякие планшеты и телефоны. Просто на них с играми жопа. Вот. А так, уже и тогда это было. Так, давай-ка, ну, чем бы мы долбанули, долбаним вот это. Проверил в Steam самые популярные карты и удивился. Теперь самая популярная 1650. Потому что она самая дешевая. Ну, потому что она еще дешевле 1660, да? Сколько будет стрим? Не знаю. Ну, или 360, да, сейчас убрать. Но все равно, видишь, даже дешевле, там, 1650, 1660. И серии игры работают, и все. Это как, да, смешно? Там, пекари сначала срутся до хрипоты, что консоли говно, потому что там 30 фпс и маленький слабый графон, а я у себя могу там на ПК запустить 4К, там, 120 фпс, с рейтрейсингом, а потом сидят на 1650. И довольны, потому что, да, потому что, потому что игра хуже не становится от того, что я запустил в разрешение пониже. А деньги все-таки все считать умеют, да? Деньги, электроэнергию, размер видеокарты, это все исчислимые вещи, которые люди считают. Как бы грустно это не звучало. Ролик с рулем был крутой, спасибо. Да, посмотрите ролик с рулем. с рулем. Денис, я про серию, где японцы почти покорили США, но полотенчик заводный персонаж создателей талантливых ребят. Это да. Она говорит, ты сам играет тупой персонаж здесь. А я знаю. Еще. Полотенчик это была серия, с которой я, в принципе, подсел на South Park. Я иногда люблю у них такие прям бредовые серии, которые, ну вот, они абсолютно бредовые, но очень смешные бредовые. На смартфонах вышел Vampire Survival. Жесть. Так, давай-ка вот так вот пойдем. Если бы у тебя был выбор Xbox 360 и PlayStation 3, чтобы ты выбрал. Но в свое время я выбрал PlayStation. Но в принципе я бы выбрал то и то. Коммерческая победа, да, определяется реклама, а не техника. Это верное замечание. То есть тут все равно какую-то железку не сделай, там даже игры, тут все. Самое главное это, конечно, уметь это продать. И есть, да, можно кто-то, может назвать примеры, когда там вот практически без раскрутки, без всего, оно как-то само. Ну, во-первых, как правило, в такие вещи если копнуть, то выяснится, что очень даже не само. Вот. Либо было какое-то все равно везение, либо какой-то там опинион лидер там заметил, да, там, вот. Либо это именно исключение, которое скорее подтверждает правила. Я радую, что у меня есть. Привет. Любимой лего игры у меня нет. Привет, Денис, с наступившим я сейчас батву прохожу, мне вопрос, когда доджить левров, когда мне 4 сердечка, я забыл, где мне для ворота грозовые стрелы нужны. А, тебе ниже написали, да, что можно возле него собрать. А доджить, тебе нужно уклоняться просто вовремя? В сторону Б, по-моему. Или как? И не говори, когда друзьям показал Крайзис на свече, они пооткрывали рты и не понимали, как такая малютка идет на ней. Ой, тянет ее, да. Марио Мейкер сегодня не будем. Ха-ха-ха. Ну, гоф мы обязательно допройдем, не то чтобы втихаря от хама, но может быть и да, и просто на стрим, ну хотя нет, просто на стримах не буду, а то люди разбегаются на ней. Так я хотя бы за это деньги получаю какие-то. Вот так люди разбегутся такие, ой, все, гоф. Собрал я у себя зрителей, которые не любят гоф 2018 года, сам виноват. Теперь сам у него играю, да? Не, ну мне не нравится на самом деле. Ну, после вот Рагнарека я реально считаю, что Рагнарек лучше вот просто во всем. Привет. Скачал Метроид совсем не зашла, хотя так понравился геймплей. Что-то тогда не понял. Всегда стримить в 2К будешь? Я стримлю в 2К уже полгода. Привет. С Новым Годом, да. Как этот покемон какает? Что ты взял, что он какает? Он может это отрыгивает. На Гове можно шутить про оленя и ее скучно шикарно. Но люди реально расходятся на Гове. Когда ближайший стрим по заявкам? Хороший вопрос, надо подумать. Наверное, во вторник. Почему бы и нет? Сегодня у нас воскресенье, во вторник, я думаю, стрим по заявкам сделаю. Когда будешь снимать Фортнайт? Снимать я его не буду. Что, я в него поиграл без строки, но я сейчас с сыном поигрываю в него периодически, чтобы прям снимать Фортнайт? Не знаю, может быть как-нибудь на летсплее канале. Привет, с Новым Годом. Айпад так и не тянет, что ли? Больше, чем в Full HD эти видео. Эпл, блин. Эпл! В доке свитч, но он греется, не то чтобы часто, но там от игры зависит, но в принципе, он, да, может горяченький быть. Любимый покемон? У меня такого нет. Логика биологии покемонов неисповедима, это точно. Так, давай флдсвайп уже начнем, а то он... Сними, как с сыном Форт играешь. Вот Денис пишет, я расхожусь на Гове, он скучный, а вот покемоны класс, просто он году подсел как-то на них. Смотрю на iPad Pro 2021 года. А разрешение какое? И Google не хочет им адвокадовать. Я не знаю, в чем у кого там проблема, но да. Что, офигел что ли в Чансе? Вопрос по Фортнайт этой серии, когда отверг видео будешь снимать. вот он олень, короче, реально. Его надо парализовать, он иначе никак. Его надо парализовать. Сейчас, если найду. Так. Подсказание, подсказку. Та. Чтобы лучше брать Аркеос или Скарлетт. Ну смотри. Аркеос это спин-офф, Скарлетт это основная часть. Если ты хочешь влиться именно в основную часть, в любом случае надо брать Скарлетт. Но в целом, по геймплею Аркеос может даже больше зайти, чем Скарлетт. Ну и он менее в срат по технической части. В срат, конечно, но не настолько. Столкнулся с тем, что свитч становится горячим в доке после покупки и страшно долго играть. Ну ты смотри, насколько... Он же себя контролирует охлаждением. То есть, во-первых, ты должен слышать, ну немножко, если прислушаться хотя бы, да, ты слышишь, что вентилятор работает. Просто если он не работает, это проблема. Но если он хоть немножко работает, соответственно, если ему становится очень жарко, он начинает себя сильно греть. И потом ты по шуму можешь отслеживать на сколько. Ой, блин, не то. Ну ладно. Спасибо за донат. Вот еще теория заговора. Нинка откладывает следующее поколение, потому что заметила тенденцию в продажах своих консолей. Преемники всегда хуже продаются. Ну да. Nessus Ness. А. Это продажи. Подожди, так получается N64 все равно хуже с Nessus продалась. Cube VVVU. Game Boy 118. Game Boy Advance 81. DS 154. 3DS 75. Ну 76, что я миллиона. Ну да. Но с другой стороны Nessus Ness то в принципе у них нормально. То есть и с Ness тоже хорошо так прям пошла. Так что тут все равно люди конечно любят выискивать закономерности, но в данном случае это именно скорее нормальное распределение. Привет, Денис Мейчер. Я бы хотел спросить, чтобы мне купить Xbox 360 или PlayStation 3. Смотря для чего. 2К качество. А, понял. Ладно. Значит все-таки iPad умеет. Может только Pro. Привет, сделал себе подарок на NG. Купил Oculus Quest 2. Это просто пушка. Как относится к VR если у тебя какой-нибудь шлем. У меня есть PS VR и он лежит уже полтора года с момента последнего использования. Наверное, как-нибудь поиграю во что-нибудь. Вообще Switch не должен греться. Нет, ну почему? Смотря на сколько греться. Просто для кого-то может знаешь вот чувствуешь, что какой-то воздух горячий выходит. то и все или там ну что прислоняешься он такой прям горяченький. Не обжигающий а для других греться это именно когда уже ты там палец держать не можешь. Так что вот и тени резко перемещаются. Поставил на Switch регион Турция смогу через российскую нет через российскую карточку покупать ничего нигде нельзя. Ну тоже я же снимал про это рассказывал про это видео и люди до сих пор хотят поплачивать российскими карточками. Я уже не знаю что и как объяснять. Не грелся вообще никогда? Ну смотри опять же что-то может быть для тебя грелся это когда вот руку невозможно держать. Вчера первый раз праздновал Новый год в Animal Crossing. Правда клево? Смотри туда можно сходить. По геймплею для тебя лично покемон Аркеос или вот этот в который ты сейчас играешь? Я не знаю сложный вопрос. Ну как бы для меня это разные игры. Ты знаешь как как не знаю Uncharted и Last of Us например. То есть я считаю это тот случай когда нужно и то и то. Из чего начать это вопрос ты хочешь именно основную часть чтобы все эти основные сетевые возможности бои с другими тренерами с друзьями еще с кем-то или ты хочешь какого-то зельдоподобного одиночного приключения. Многие говорят что собирая короков получая золотую какашку будет плохой. В одном видео один блогер пояснил что какашка для японцев наоборот нормально означает что-то другое. Я в этом все равно ничего плохого не видел но какашка какашка даже если это троллинг он прикольный. Читал что свитч сам выключается на 65 то есть до реально опасных температур дело не доходит. 65 это даже очень низкая температура я бы сказал. Так электрик ну давай посмотрим кого мы против электрика. по моему ледяной картами Казахстана или Беларуси обычно можно оплачивать да когда выйдет новое поколение со свяща будет покемона выходить с новой графики ну да она будет чуть получше чем сейчас но скорее всего все равно похуже чем какая-нибудь ботва так что да я или нет суперэффектив не написали чел ты странный с рожками за земля электрика а ну кстати да у меня же был этот граунд и шоп не работает выдает то одну ошибку то другую тут не знаю провайдеры ну теоретически возможно провайдер да как-то глушит или что там может быть с днс может днс какие-нибудь перепрописать посмотри в интернете какие-нибудь люди может прописывать днс для ешопа что еще может быть фильтр трафика может какой-нибудь стоит там на роутере даже ну или тоже у провайдера да но в принципе я думаю что поскольку все-таки свечом пользуешься вряд ли только ты у твоего провайдера наверняка может у провайдера есть какой-нибудь форум там или что поспрашиваю людей типа ребята у вас есть там нинтендо свеч работает ли у вас ешоп например так давно знаком с покемонами я первая игра в которую я поиграл была xy на 3ds вот когда я купил 3ds спустя какое-то время я купил xy а я помню история была значит я купил 3ds хвастаюсь одному своему знакомому а он такой ну давай покемонов показывай я такой при чем тут покемоны вообще я говорю там марио зеленым до сюда он такой не ну покемоны же как бы но он сам пекарь но не знаю то ли он наслышан был про покемонов то ли чего но в общем о аура сфер взял прикольно подожди аура сфера это же ледяная да ну-ка 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 бег сейчас посмотрим а или у меня есть аура сфера что я не помню сейчас посмотрим подожди сначала по боксам аурора вейл Нет, ну-ка сейчас давай посмотрим тогда вот так Ну-ка подожди, надо это валение А, Дирлинг есть Подожди, вот Дирлинг А это кто? А-а-а На сайте Нинтендо даже есть DNS, но не помогло, блин, тогда не знаю А через VPN работает? Просто VPN трафик шифрует, если через VPN будет работать Значит провайдер виноват Как игра называется, в которой играю? Pokemon Scarlet Не думаю, пишет Макс, что в Pokemon что-то улучшится Но оно улучшится по сравнению с тем, что есть Но не адекватно тому железу На котором это будет работать Че с PlayStation Network? Не работает уже неделю Не знаю, не работает Тут что-то недавно писал, что были какие-то проблемы Я проверил, но у меня вроде все работает Не могу запустить YouTube с плойки Японцы в Зельде намекали на удачу Ибо в Японии вроде как золотая какашка Это знак удачи Японцы они странные Так, 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 так На четвертой плойке вообще нетворк-приложение не работает А, ну у меня аж пятая, может быть в этом дело Не знаю Мы взяли, отключили А у Росфера файтинг на спешил атак А, ладно, я почему-то подумал Я потому что спутал с Аврора Вейл И такое, блин, это шледяное движение Надо его это самое Оно мало того, что оно у меня уже есть Так это еще и не то Так, подожди Вот этот вот у меня Магнимайт эволюционировавший есть Вот тут Иногда Иногда Долго не появляется подсказка Если ты такой Прицеливаешься На 3DS-ке нужно произведение в лувре показывать В 3D Это да Там же есть этот гид Насчет DNS Я как житель Крыма Живу под санкциями Так что половина игр недоступна Если поколдовать То в некоторые пускает Тот же покемон Юнайт Работает с переменным успехом А, прям с переменным Скарлетт Покемон от Вайл Отличается набором Легендарных покемонов Ну там есть небольшие отличия Короче, может мой видос посмотреть В общем, считай, что это Одна и та же игра Такая ситуация Пишет Юли Ким Ждал покемонов на 3DS Говорит, видел фильмы Или сериалы, что играли Подожди, не понял Так Есть же А, понял Понял, понял Все Ты про друга Про которого я рассказывал Да, ну не на него же я наметился Ну что это прицел Неправильно работает Не, ну все-таки Мне кажется Максимум графики покемонов Был Свордшилд Вот если говорить о картинке Ее, конечно, тоже ругали Говорили, что она там А можно попасть В кого я кидаю? Пожалуйста Как в него попасть? Может отойти и присесть? Новый железосвече будет нескоро Так Ага Попал Магнитон Блин, как бы его не убить Давай сразу Фолдсвайп Да, в Шилл Красивая картинка Я согласен Но Все равно Ее тоже ругали Когда она вышла Что типа Вы че? Посмотрите Как выглядит Зельда Посмотрите Как выглядит Шилд Ремейк Ремейк Или перезапуск Какой игры Хотел бы видеть На свитч Метроид Прайм Скарлетт Вайлетт На удивление Красивая пещера Там и текстурки Четкие освещения С туманом Приятная Остальная игра Совсем беда Особенно горы Пещера в целом Ну не сказать Что прям красивые Но Нормальные Ну мне дома нравятся Тоже Дома очень хорошо сделаны В домах прям вообще Шикарно Так Надо пойти Сус налить Как оцениваешь От 1 до 10 Контроллеры Доуб Как Обычного свеча Я не играл в такие На таких Сейчас приду Вы пока музыку послушайте Боя Знаете вам Мой покемон Сейчас приду Мой покемон Я тут Фриком нужно Дно покрепче А то старые Они постоянно пробивают Это да Это да Так Хорошо что с мобилой Можно покупать игры Сразу в меню свеча Падает и загружается Странно Это реально странно Почему тогда можно Покупать игры с мобилой Я правда не пробовал С этого С сайта сейчас Так Сбегаю отсюда Сегодня может пораньше Закончим А то у всех тоже Отходники Так где у нас Биргмайт Биргмайт А я хочу попробовать Тессу поковырять А блин У меня же на прохождении Чего у меня Надо проходить Этот резик Четвертый На эмуляторе На чем лучше пройти Вот тоже Resident Evil 4 Вью Свечили 360 А что раз на 360 Есть четвертый резик Не может быть Мне кажется Резик четвертый Лучше всего проходить Играя Внимание ребята В версию для Ви На эмуляторе С геймпадом От геймкьюба Как я и собираюсь Сделать собственно Либо с геймпадом От Ви Да Тоже можно Чего у тебя за работа Кроме ютуба Я Ferra.ru Редактор Так Давай Вот так Почему по твоему мнению Покемоны так сильно популярны Ну во первых Очень сильная поддержка В плане не только Всякого вот этого мерча Да Ну там и Мультсериал И разные игры Ну спин-офф И всякие Да То есть Постоянная подпитка Сообщества Плюс Очень классная Вот эта Кор-механика Собственно Самих боев Которые Ну действительно Очень глубокие Клевые Вот это все И в целом Ну концепция Да Там собери их всех Куда еще подвозят Постоянно Новых Которых собрать То есть это все Просто очень вместе Хорошо работает Про тех же дегимонов Я вот не знаю Есть там вообще Мультсериал Или хоть что-то Про них Я знаю что есть Эти как его Ну не то Как они Призраки Ю-Кай-Вотч А вот Про дегимонов Или там Кого Не знаю Ну и блин Знаешь Делать клон Покемонов С названием Дегимоны Ну придумать Что-нибудь Поинтереснее Даже эти вот Тем-тем Сделали Ну хотя бы Нормально Название Я вообще Дико ненавижу Похожие названия Типа как делать Клон Майнкрафта И назвать его там Майнкарт Как-нибудь Или Типа того Меня просто Меня триггерит Я в такие игры Прямо Принципиально не играю Это как сделать Клон Дарк Соулс И назвать его там Филфи Соулс Например Или что-нибудь Типа такое Блэк Соулс И потом Сидеть и С умным видом Рассказывать Какая у нас Оригинальная игра Я просто Такой ненавижу Ну вот Я реально К названиям Очень серьезно Отношусь Это вот как У Капитана Врунгеля Как вы лодку назовете Так она и поплывет Да Клон Майнкрафта Майнкамф У кого Спрашивает вот Денис На четвертой блоке Нетворк не работает Резик четвертый Есть даже на кассовых аппаратах И пока еще нет Подожди На 360 там что реально есть? Кирби Это не покемон Но похож на Джиглипафа Скоро можно играть В Fortnite на Steam Deck А что сейчас нельзя? А почему? Что значит Зайти в eShop с роутера? А Вот тоже смотри У кого-то проблема С заходом в eShop Когда Вот Илья пишет Я вам скажу так Когда пытаешься поймать покемона Выбираешь стратегию Чтобы его победить Но не убить И когда ловишь Это такой кайф Да Это реально интересно А некоторые там какие-то сильные покемоны И ты понимаешь Что ты ну не можешь Допустим ты его бьешь А он лечится И ты не можешь у него снять здоровье Ты там начинаешь парализовать Как-то вот этого обмануть Но уж когда бои ПВП Когда опытные Покемончики И ты против них Ты понимаешь Что голая сила Вообще не работает А дебафы нужно использовать Грамотно И нужно не просто следить За движениями Дебафами Или бафами Нужно смотреть Какие пассивки У твоего покемона Я например Когда собирал Вот ту команду Которая у меня есть Ну помимо того Что я собирал их По таблице Но как бы сам Не по гайдам Каких-то А сам собирал Просто ориентируясь На таблицу Я смотрел еще Какие у них пассивки Потому что да Я могу взять одного покемона Другого, третьего Они все будут подходить Но я смотрю Какие пассивки Какие мне Ну вот интересны Нужны Вот какие я хочу видеть Это очень Действительно Такое глубокое занятие На самом деле От Сайфера Спасибо за стримы Восстанавливаю режим с най На вечерний стрим И больше попадать не смогу Теперь буду смотреть записи И останусь в подписчиках На бусте Успехов Спасибо Сайфер И спасибо за поддержку На бусте Большую Билайн и свитч Тоже не пашат Ладно Денис Новым Годом Мне подарили Animal Crossing New Horizon Такой вопрос Где достать лопату Вот чтобы я сейчас помнил Рецепт Поискать Возможно Рецепт на лопату Есть в терминале Который банкомат Но может быть нет Я уже не помню Или купить Базовый набор рецептов У этих енотов Надо обязательно И в терминале Посмотреть Что там есть по рецептам Новый Год праздновали В частном доме Всю ночь играли в свитч На утро два джойка Наказали в снегу Не работают Печально Что же вы там с ними делали До моего дыра осталось немного Надеюсь Мариокарт Останется под скидкой Надеюсь Могу купить Но там написано Он до 7 числа По моему Был аниме Что связано Более того Мне кажется Что сама идея Йокаев Йокаев Вот эта идея Йокаев В них Она гораздо интереснее Чем идея покемонов То есть они Используют Вот эту Мифологию японскую С духами И они Ну как бы Придумывают Что вот эта идея Что если кто-то Делает что-то необычное Ну там человек Да Там не знаю Тебе человек Наверное постоянно врет Или еще что-нибудь Там происходит Постоянно опаздывает То в этом виноват Какой-то Юкай Который за ним Закреплен Ну или на него влияет И ты можешь Этого Юкай поймать Это же круто Ну это вот реально Крутая идея Идут какие-то дегемоны Покемоны Дегемоны Блин Знаешь Это как будто вот Ты пришел там Как вот люди там Любят Ну помимо матерного Это варианта Как-то все Вот слова менять Да там Дразнить типа Да Менять слова Типа Я играю в покемонов Ха-ха-ха В дегемонов Ну вот Такой уровень Серьезно Ну Название тупое Вот Я считаю что Половина провала Дегемонов Это из-за названия Вот я просто как услышал Я сразу подумал Мне неинтересно Если бы допустим Мне сказали что Дегемоны это на самом деле Такой клон Дарк Соулса С элементами Тетриса Я бы подумал что Наверное это интересно А раз дегемоны Это еще и клон покемонов Ну мне совершенно неинтересно Я даже погружаться не хочу Их даже не гуглил ни разу Даже инвизимолсы Которые Уплоки были Которые наверное Еще более провальные Чем дегемоны И даже они мне были Более интересны Потому что Ну хоть название Потрудились придумать Нормальное Ну я говорю Это мои заморочки Я бы например Никогда Не стал играть В какой-нибудь Тот же Этот Как его Лордс оф дефолен Если бы он назывался Более интересны В остальном Все равно Как бы Отдаю дань уважения К тому что Они действительно Не просто Ограничились Давайте сделаем То же самое И назовем Дегемоны Какие-нибудь там Какамоны Супермоны Ну ты просто Реально берешь Там Вот эти старые Там 90-е Там какие-нибудь Времена Когда Когда делали Кучу клонов Чего-то И называли Просто Ну Название было Какое-нибудь Скопировано Один в один Помните как Не знаю С Кока-Колой Тоже Когда еще Ну не сейчас Сейчас тоже Это делают Вот Тоже Пытались Да Там Копировать Этикетки Вот это все Для меня Это просто Как красная тряпка Даже если Продукт хороший Но я всегда В нем Буду видеть Только копию И Ну Зачем она мне Лучшая версия Резака Именно на свече Потому что Игру можно взять С собой Куда угодно Это да Это тоже важно Ну да Как игра Тут тоже Ну вот Именно Технически Я тут полностью Согласен Так Даров Качаю Наруто Шипунду 2 Ладно Дегимоны Посредственная серия Которая провалилась Покемоны норм Если ты играешь Не смотришь аниме Ну да Джибаньян Из Юкай Воч Так Что Может ловить уже Я попробую Какую подписку Посоветишь купить На иксбокс На год Ультимейт Геймпасс Ультимейт На вкус и цвет Товарищи нет Как по мне Открытый мир Новых покемонах Недоделанный Хотя бы тот факт Что ловел покемона Не соответствует твоему Тебе нравится Автолевелинг Серьезно Это вот для тебя Юбисофт делает Все эти свои Унылые дрочильни С полностью убитой Прокачкой Ужас Я не понимаю Как можно любить Автолевелинг И что в этом хорошего Наоборот Вот как недавно Тоже Денис Майоров А тогда Как раз Годофор обсуждали Его автолевелинг И он говорит Я говорит Не понимаю Тоже типа претензий Некоторые люди Выкатывают Типа Ну можно перекачаться Говорит В этом и смысл Я говорит Специально Два часа Дрочил Допустим Или там Не знаю Два дня Качался Чтобы потом Ходить и раздавать Людей Я именно для этого Это и делал В этом вся идея Прокачки Что ты Качаешься Как тебе хочется Либо ты там Я не знаю Ищешь какие-то стратегии Как тебе Недокаченным Убивать Да Там тоже Дарк соус берешь Да Ты можешь Либо прокачаться И там с трех ударов Ну грубо говоря Выносить босса Либо ты настолько Гитгуд Что в трусах И с палкой Но ты уклоняешься От каждого удара Но у тебя есть Оба варианта А так Когда ты прокачиваешься Ты тратишь свое время А потом ты приходишь А там все твои уровни А в чем прикол Зачем я качался Уберите вообще-то На уровне из игры Если все просто Уровень повышают Вместе со мной И все На что тогда уровень На что он влияет Что он показывает То есть так всегда В играх уровень Это просто Общий показатель Развития персонажа Некий такой условный Но если у всех Уровень повышается Одновременно То это просто Абсолютно Ненужная перемена Ее просто нужно Вычеркнуть и все Это как-то Сокращаешь Не знаю Дроби или там Пример какой-нибудь Сокращаешь У тебя там Выходит что Сверху икс И снизу икс И ты их просто Оба вычеркиваешь И все Потому что Ну зачем Все они здесь не нужны Так и здесь Покемон юнайт играл Да Что-то за уведомление пришло Не фанат Но играл У сандука есть видео Про копии Несквика Их реально дофига Все в одном стиле Да Отсюда тоже Несквик воспринимаю Как глав какао Неварочного типа Вот самое интересное Что Вот на меня это тоже Так работает Что когда я вижу копии Я начинаю больше Ценить оригинал Даже если он мне Ну нафиг не сдался Да То есть для меня Появление копий Которые Не просто знаешь Вот берут лучше Но делают это по другому А вот именно копии Которые вот прям Ну косят прям Под оригинал Для меня Это Продает оригинал То есть я иду потом И покупаю оригинал Потому что я понимаю Ну это Копируют Не просто ж так Да Не будут копировать Говно какое-то Вот Поэтому я Эти все копии Меня часто спрашивают Будешь играть в клон Не знаю Покемонов Animal Crossing Но с другой стороны Ладно В основном там спрашивают Про какой-нибудь Темтем Темтем это что Покемонов клон Или Animal Crossing Я уже не помню И я говорю Ну мне не сильно интересно Потому что клон Но с другой стороны Хотя бы название свое придумали Уже молодцы Это уже ну хотя бы первое То есть они Ну потратили Ну просто Вы понимаете Что придумать название С одной стороны Это очень легко Быстро Тебе не нужно там Куча денег Чтобы придумать название Тебе нужно просто Иметь Ну какую-то креативность Какую-то просто Фантазию И если Вот создатели Какого-то продукта Вот у них даже нет Фантазии Придумать Какое-нибудь Вот я не знаю Отличное название От конкурента Я не про то Что типа Симулятор охоты на монстров Называется Монстр Хантер А про то Что если Допустим Даже это берешь Этот Даунтлес Который да Такой тоже Ну типа Клон Монстр Хантер Ну хотя бы Даунтлес называется А не Какой-нибудь Бист Хантер Вот я помню Играл Была на мобильнике Вышла игра Фрут Ниндзя А потом появился Клон Веги Самурай И вот Вроде бы Мне Веги Самурай Даже больше нравился Но я Никогда не мог Вот Избавиться от ощущения Что это клон Хотя на самом деле На самом деле Он мне нравился тем Что нам можно было На больше частей Рубить Эти Вещи Фрукты Нам овощи Но тем не менее Да Вот Макс Тоже В чем смысл уровня Если есть автолевелинг Типа ты приходишь Все твои уровни Ну зашибись Хорошо Зачем ты Просто сделайте всех врагов Как в Uncharted Не знаю Ты играешь Ну или ладно Там не знаю Какой-нибудь Open World Если взять Где сейчас вообще Open World Без уровня Ты идешь Просто и разваливаешь врагов Просто и все Ну в зелье например Старых В 90-х был смысл Делать копии С похожим названием Ведь многие не шарили Это да Да То есть тогда был Тогда не было интернета Тогда не было вот этого всего Не такая глобализация Вот это все И поэтому да Ты мог сделать Клон Привести его людям Которые при оригинал Вообще не слышали И зарабатывать на этом Да Это было возможно Сейчас нет Сейчас уже Эти возможности Я такого ловил Я не помню Что у него с руками Наруто Шипунда не играл Вот я согласен Супа Саян Йокайвотч Единственные Кто могли норм Конкуренцию покемонам Составить И заставить фриков Делать качественнее поков Да Это вот Единственный Кто На мой тоже взгляд Ну то есть Я тоже их воспринимал Помню Костя тоже Говорун Про это писал Что это вот Действительно достойный клон Но К сожалению Для меня Все испортила боевка В остальном Я конечно Полностью Отдобряю Вот Сорокиншеф Приглашает Людей С Платун В какой то степени Понимая Авто левелинг Но только для Каких то важных Сюжетных моментов Пишет Юли Ким Я так в смт 5 Всех эндгейм Богов Демонов Унижал Сухую Вместо норм Боев Но С другой стороны Я считаю Что Так в этом то и Смысл Как раз Ну да Ты вот Перекачался Это скорее вопрос Что Ну как вот Например В третьем Ксеноблейде Что авторы Игры Они настолько Ну плохо В игру Плохо над игрой Поработали Что они не смогли Обеспечить нормальный Челлендж Именно размещением Врагов Что ты перекачиваешься Даже если ты этого Не хочешь То есть я помню Я в первом Ксеноблейде Я спец Я приходил к боссам Смотрел какой у них Уровень Потом возвращался Качался И потом приходил Снова к боссам Дрался Или там во второй Но во второй В принципе Когда я второй раз Уже запустил играть Я ну как то уже Нормально играл В принципе я даже Боссов которые там На 2-3 уровня Выше меня выносил Просто за счет того Что я умею играть А геймплей все таки Во второй лучше И там реально Можно за счет тактики Выиграть То в третий Ты просто Ты хочешь не хочешь Ты перекачан Ты просто приходишь И все эти боссы Они на 10 уровней Ниже чем ты А я такой Мне игра даже не понравилась Я не ходил Не изучал каждый угол Да Ну я ладно Пару сайт квестов Выполнил так уж и быть В самой стартовой локации И все И ты перекачался И в итоге Я сколько историй Слышал Вот про Xenoblade Chronicles 3 Конкретно про нее Что люди Просто не использовали Прокачку В лагерях Потому что Ну хоть какой-то Чтобы у тебя челлендж был Потому что иначе Ну вообще Никакого челленджа А что Космические рейнджеры Нет Не играл Не хотел перекачаться Просто пошел Чистить сайт квеста Ха-ха Ну ладно Привет Так Что у нас Давай ловить его что ли Он парализован Может быть Поймается А это же Эволюционировавший Иви Да Один из Форм Эволюции Блин Надо менять На этого Ааа Блин А этот Сейчас Надо сделать так Надо его ревайвнуть Надо макс ревайвов Накупить Ну уровень сложный Сексена поменять Да Но просто понимаешь Когда на нормале Ты перекачиваешься Это именно вопрос Что Разработчики Просто не забалансили игру То есть это Не то что типа там Игрок виноват Или кто-то Просто Они должны были забалансить И не сделали в этом То есть должны были Сами играть в игру Типа Взять там одного Чувака Который будет играть Там задрачивать Все сайт квесты Другого Который будет Идти Делать необходимый Минимум И допустим Ну условно На самом деле Не одного Чувака Там может даже Группа И третий Который будет Именно стараться Вообще Заспидранить игру Да То есть Обмануть ее Там Таких много Конечно надо Чуваков Которые будут пытаться Там обмануть Сломать И смотреть просто На каком уровне Ты доходишь До какого босса Какой из них Да там Дошел до какого уровня Каких врагов Он мочит Мочил Каким сталкивался С персоной 5 Та же тема Перекачиваешься И ваншот их всех Ну У меня там Не то чтобы Прям перекач был У меня скорее Просто Пара читерских Персон было Которые Они сами же Раздали В royal версии А так Без них Может быть И не было бы Особо Перекач Тот же геймплей Да Тут я согласен Это часть Геймплея То есть Часть Побочный Эффект прокачки То что Ты можешь перекачаться Но Как бы Разработчики Должны это учитывать И Ну Как-то так Как-то усреднять Все-таки Что может быть Даже ладно Ты перекачался Но не так Что ты там Пришел С одного Удара всех вынес Либо Делать так Чтобы боссы Там на тебя Как-то реагировали Не так Что Ты там Вообще Ты для меня Никто Я там Короче Тебя сейчас Вынесу А ты его Просто с одного Удара выносишь И он тебе там Какой-то пафос На катсен Еще там Телегу прогоняет Ну это у японцев Они конечно не умеют Вот Делать так Чтобы Вариативность Какая-то у самих Врагов была А не так Ну Своего рода Рабы пафоса Японские разработчики Что Вариант сделать Не пафосно Но Как-то реалистично Для них даже Это не вариант Типа что Как-то нет Вы что Мы сделаем пафосно Сделаем так Чтобы просто Жир с экрана Тек Ну причем Для меня Часто такие вот Катсены Особенно Вот в Ксеноблейде Втором Я помню Мы вот общались Там с приятелем И он такой О блин Такое Как же классно Такой пафос Ну для него Это хорошо было А для меня нет Я ржал с таких Катсенком Расскажи Что самое приятное Делать в Зельде Ну или просто Нравится именно тебе Хочу послушать Твое мнение Надеюсь ты заметишь Мне приятно Там просто даже Ходить Вот то есть Реально Одна из тех игр Когда я просто Даже если хожу По миру Я прямо С этого кайф ловлю Я почему иногда Ее на стриме Запускаю в фоне Чтобы ну не было Какого-то серьезного Геймплея Но при этом Я что-то делаю И при этом Ну интересное Да Ну для себя интересно И при этом Красиво Потому что для меня В Зельде Интересно в принципе Наверное все Вот И просто ходьба В том числе Ну наведись правильно На него Что за Данки Конг Лежит Коротко свое мнение О Death Stranding Офигенная игра Единственная игра Кодзимы Которая мне прям нравится Остальные пока Я не распробовал Надо попробовать Еще вернуться В первый Metal Gear Он же на геймкюбе Там лучшая версия У него Ну по сути Единственный ремейк Первого Metal Gear Ну или ремастер Это вот На геймкюбе Надо попробовать Но Не мы сейчас Скоро расходиться будем Батву уже не пойдем Сегодня играли В персоне боссы Вроде без левела Или я туплю Нет С левелом Ладно Я не помню Есть ли конкретно У них левел Ну написан он или нет Но в любом случае Ты можешь перекачаться То есть они Как бы имеют Определенный Запас здоровья Определенный Самый И Может быть уровня У них нет Но Ты перекачаться Действительно можешь Ну для Персоны Так наверное Да Наверное Именно уровня У них нет Показатель уровня Ну как бы В любом случае Показатель уровня Он Это просто показатель В целом Мне конечно Больше нравится Когда ты не видишь Уровень персонажа Или там героя Или там врага А просто догадываешься Ну свой ладно видишь А догадываешься О том Насколько он силен Просто подравшись с ним Вот ты дерешься Не знаю С какими там Кабанами И ты видишь Насколько там Легко ты их убиваешь Потом ты прокачался Те их легче убивать Например так Там до этого Они тебя выносили А теперь ты их выносишь Сколько покемонов Скарлет Вайланд По-моему 400 Или типа того Я не помню точно Так че Оно не работает что ли А оно очень мало отнимает Он мне каунтер сделал А я знаю что сделаю Я тебя парализую чел Купив зельду на свитчлайте Я думал что завырви глаз графон Потом мне оторвать за уши Было так все продумано Вот тоже напишут Что 400 Так что я наверное правильно Да это чел медведа свина Очень похож Убиваешь кабанов Прокачиваешься Они в полный дендрик брони С очаровным оружием Ну Да Типа Как Ты так говоришь Как будто это что-то плохое Есть я его поймал В старых играх по покемонам Ты должен был качать Каждого покемона по отдельности Там не выходило Что твои покемоны На 20 левел Превосходят покемонов Условно геймлидера Это да Но с другой стороны Вот все таки Да Некоторые люди Вот любят тот геймплей Ну типа как даже Блэк Вайт Мне честно говоря Не нравится То есть я понимаю Что это просто Вот Я начинаю бой С каким-то Ну даже просто Случайным покемоном Которого я даже ловить собираюсь Я сначала значит Начинаю Это один покемон Я его первым же ходом Меняю на второго Потом Следующим же ходом Меняю на третьего Ну и таким образом Чтобы хотя бы Троих покемонов Чтобы они Опыт получили Ну То есть Либо геймплей Все таки надо Наверное Тогда было Менять как-то Чтобы их там Даже вот здесь Ты их можешь выпустить Покемонов И они будут Сами бегать И то есть в принципе Если бы в Скарлет Вайлот Не было Вот этого Экспшейер Наверное Было бы даже проще Причем Сейчас же Экспшейер Работает по-моему На всех одинаково Или как Потому что Было Где там В XY Что ты берешь Экспшейер И у тебя Остальные покемоны В партии В два раза меньше Опыта получают Как-то так Мам было Сплатон Нет я не надуман Я сегодня наигрался Сплатон Просто мы с ребенком Наигрались Поэтому я Наверное Постремлю И пойду играть Либо в Тесса Пробовать снова В очередной раз Влиться Либо пойду В этот В как его Резик Четвертый Привет с Новым Годом Да-да-да В Саус Парке Убивали вепри В лесу Вови Я ровно так Прокачивался В этой В ультими онлайн Так это кто Ты смотри Какая Я даже Боюсь Цензурное слово Назвать Для обозначения Этой Страшной Штуки Давай-ка мы ее Поймаем Блин ладно Супер поршин А у меня А у меня же еще Тот Вон Скорее всего Не ловлен Какой-то олень DLC Скарлетт Выйдет ли Кстати хороший вопрос Не знаю Хотелось бы Чтоб вышло что-то Так Давай его бульдозим Ну да Зато у него Скорость упала А Неплохо Так Чему автохил Не используешь Ты имеешь ввиду А Кнопку Не хочу Вопрос по тесам Геймпассе она С актуальным дополнением Или только базовая игра Базовая игра Там может что-то и добавили Но даже Моровинда там нет Чего Если веб-камера сломается Будешь с Mario Kart стримить Слушай у меня еще тут Еще одна веб-камера лежит Плюс у меня Плюс есть программа Которая позволяет С мобилой делать веб-камеру Плюс у меня есть GoPro Которая может работать Веб-камеры Плюс у меня есть Дополнительная карта захвата С которой можно делать Веб-камеру Фотоаппарат Или Видеокамеру Так что Плюс есть веб-камера В ноутбуке В крайнем случае Она всратая И я там не очень страшный Но Зато она работает Жалко в кроссинге Не показывает Есть уже челик или нет А это да Нет подожди Ты имеешь ввиду Когда он бегает что ли Или как На самом деле В кроссинге Я вот когда играл В New Leaf Первый раз Это был мой первый кроссинг И я не знал Я их просто продавал Мне деньги нужны были А потом я понял Что надо Самого первого Всегда идти Вот когда тебе говорят Когда ты ловишь чувака Насекомого Или кого-то Он же Всегда говорит Когда Там особая реплика Если ты его первый раз Делаешь Да Особая реакция Вернее И Всегда нужно относить Сначала К Музею В музей Блэзерсу Потому что Если этого не делать Потом ты забыл Какие Потом Ну как бы там Опять же есть Способы это посмотреть Во-первых Через Табличку У тебя Которая В этом Ну В смартфоне Вот Во-вторых Через Вот реакцию То есть Когда ты ловишь Нового Всегда у него Есть реакция Особая Я уже не помню Честно говоря Какая Но я помню Что всегда Особая реакция Когда нового Ловишь А Да Он говорит Интересно Что-то Моя энциклопедия Об этом говорит Или что Или это в Неливе Он так говорит В общем Суть в том Что есть Но поэтому Нужно Первого Всегда носить Иначе Потом Сложно Будет Мотивирует Узнавать Насекомые На вид Да У меня Когда-то Сын Знал Вообще Всех Насекомых Умел Отличить Рогача Жирафа От Рогача В общем Вообще Там Космос Он просто Был Всех Просто Знал Всех Так Саусбак Такой Есть Короче Такие Уже Есть У меня О смотри Что за Пикачу Такой Бродит Странный А Это Райчу Райчу В кроссинге Говорит Ура Да У них Разница Ура Говорит Когда Следующий Стрим Будет ли На нем Кроссинг Следующий Стрим Во вторник Скорее Стрим По заявкам И Кроссинг У нас Обычно Стрим По заявкам Первым Пунктом Нелюбитель Насекомых Наверное В этом Проблема Ну да Что бы ты хотел Добавить в покемон С вордшилд Я бы вернул Возможность укаживать За покемонами Как в ультра санмун Мне кстати Это не сильно нравилось Я бы Сделал сюда Нормальную Производительность И графику В целом Меня все устраивает Если Какие-то старые Фишки вернуть Наверное Онлайн из шилда Вот если бы Реально сделали Полноценную ммошку Из покемонов Я хотел бы Ммошку По покемонам Мне кажется Они ее так и Разрабатывали А потом поняли Что у них вообще Тогда все не работает Я думаю Что у них была Такая идея Смэш Че-то не хочу Ну блин Ну я понимаю Что суперэффектив Но я-то даже Уровни меньше Капец Слабенький был Пичу Слабенький Этот у меня По-моему есть Херокрос Отстань от меня Давайте Наверное Уже Последние вопросы И будем Нелюбительный Сегом Блазер Сперелогин Сюда Смешно Будем заканчивать Скоро Последние вопросы Задавайте Отвечу На все Что вас волнует Так А Все Отстань от меня Так Этот у меня По-моему Тоже есть Тентакрюэль А Той Такого нет Я в тебя кинул Я попал Так Эффектив Давай Драгон Клоу Начнем Хорошо Хорошо Пошло Блазер Случши Еще бы побольше Фраз Им бы всем Побольше Фраз Хотя я смотрю С каким-то Обновлением Добавили Они иногда Сейчас какие-то Интересные Телеги Такие Прогоняют У меня Животные Но Блин Хочется все равно Интерактива Побольше Какого-то В том числе С ними Чтобы они Как-то С собой Взаимодействовали Как-то С миром Игры Не знаю 6 лет С Nintendo Switch Будет обязательно С Новым Годом Счастья Здоровья Успехов Твоему делу Твоей семье И вам Также Всем Тебя отправят На необитаемый Остров Нагад Можно взять Одну консольку Или ПК И одну игру Что возьмешь Ну как минимум Switch А почему Только одну игру Я возьму Switch С установленными Играми И все Мне ж можно Взять одну Консольку Вот я возьму Switch С установленными У меня Играми И карточку Нить Воткну И чехол Воткну С этим С кучей Картриджа В принципе Тоже Что-то Вариант С какой части Начать играть Покемонов На свече Если не боишься Технической Составляющей То в эту Либо В Аркеос Спасибо За Первый Январьский Стрим Да Как правильно Начать играть В кроссинг Да не как правильно Просто начинай И все Эта игра Не про то Как правильно А про то Как ты Главное Что я советую Камни не ломать А бить их Лопатой Камни Выбивать из них Железо А то многие Спрашивают Где взять Железо Сломал все камни И больше нет камней Но они появляются По одному в день Это долго Поэтому камни не ломаем А Бьем их лопатой Это единственный Наверное совет Который прям важный Для тех Что начинает Ну че Попробовать снова На необитаемом острове Нет электричества И на это нафиг Консоль вообще Ну а че У меня пауэрбанк есть Хороший Возьму там с собой Кучу пауэрбанков Но я не знаю На сколько мне хватит Конечно Навитая экзо Нинтендо Продается таким Комментом Цифровая версия Загружается в eShop По любым вопросам Отвечу Чтобы узнать Как установить На твою консоль Напиши мне в личку Че за развод Либо с аккаунтом Продают Либо Может быть они По сути Услуга по покупке Ну то есть Они покупают Для нее Эти самые А хотя нет Это бред Так они не будут делать Типа А что они Сделать С теми Излишними Деньгами А может быть Покупка Через карточку Там турецкую Какую нибудь Казахстанскую То есть Как вариант Но может быть И развод Так что Лучше конечно Узнать подробнее Че он делает В принципе Если покупка На свою карточку Это Но Относительно норм Просто естественно Тебе он свою карточку Не даст Купить на твой аккаунт То есть Для него Рисков Никаких Для тебя Риски Что у тебя Аккаунт Угонит Поэтому Я бы конечно Такого не делал То есть Если например На плойке Так делают То на плойке Это делают На турецкий аккаунт Тогда как Все в основном Люди пользуются Своим основным аккаунтом И даже Если у тебя угонят Турецкий аккаунт Ну это как бы Не сильно страшно По крайней мере Для начала этого года Если конечно Все это затянется На лет на 10 И у тебя на турецком аккаунте Будет большая библиотека игр Это тоже будет Критично И поэтому Лучше всем Обзавестись Своим Бинансом И Лдубилом Но На данный момент На плойке Это Ну как бы Не страшно Да если Ты аккаунт передаешь Особенности Новые создают Пожалуйста Зато на необитаемом острове Можно ипотеку взять Да Какой порт старой игры Хотел бы Метроид Метроид Флаут 3 можно на свитч Хотя наверное Ну их нафиг Второй флаут Пусть бы портировали И цена на эти экзо Навито 1000 рублей Ну это что-то подозрительно Да Может быть Это действительно Какие-нибудь двойные аккаунты Чел на год ссылает на остров Пауэрбанков не напасешься Так что брать ДС лайт Да Тогда ДС лайт Но с пауэрбанками все равно Ну то есть Если там часов 15 На один заряд Ну в принципе Наверное нормально будет Я не уверен Что полиция занимается Розыском угнанных аккаунтов Что вот Привет Проспал стрим Ну мы уже заканчиваем Интернет подключение Для Анимал Кроссинга Не нужно Человек делится играми Просто своего аккаунта Не развод Такая тема уже давно Просто кидает тебе приглашение А Э? Не знаю Приглашение в семью что ли Или как Не ну дележка своего аккаунта Ты же не можешь одной игрой поделиться Разве что ты создал аккаунт Купил на него одну игру И именно им делишься Вот так Если только Ну а потом что ты делишься На время Или как Или Потом прилагаются Всякие инструкции Типа Не выключи Там Выключи интернет И не включай его И ты такой Ну блин Ну злошебись да Приплыли Есть пауэрбанки Которые могут 90 раз зарядить телефон Ну да Вот у меня есть Пауэрбанк на 20 тысяч У меня есть на 20 тысяч На 6 тысяч И на 10 тысяч Ну у меня на самом деле Больше пауэрбанков Я там половину продал Половину же не отдал Потому что ну вот Журналистам постоянно дарят Такие пауэрбанки Но вот я себе оставил Самые такие Поэтому я думаю да Мне хватит хотя бы Если DS Lite с собой взять Ну с проводом Естественно То надолго хватит Зарядка на солнечной батареи Кстати тоже вариант У меня кстати был Яндексовский где-то Но я по-моему Он уже плохо стал работать Пауэрбанк С солнечной батареей То есть вот такой пауэрбанк Да Вот такого размера примерно И у него солнечная батарея сверху Но тут нужно Иметь ввиду Что солнечная батарея Очень медленно заряжает Очень Даже если Высокая интенсивность солнца То есть как На тропическом остре Ой блин я сплю На тропическом острове То очень Долго прям Реально долго А я сплю Ладно На 200 тысяч Мне не было У меня на 20 тысяч А именно так Заходишь в игру Включаешь режим полета Ну вот Блин Не знаю Это Я бы таким не пользовался Ни в коем случае Так Ну-ка его надо разбудить Авакенинг Авакен 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 Хлопни 10 раз Прошепчи название игры Положи свитч под подушку На утром будет игра Блин А вдруг работает Сегодня попробую Ну и переносной генератор Типа крути ручку Но лучше всего генератор Тогда этот Который на огне работает То есть Заодно и Чай себе приготовишь И При этом Будешь Давай кого-нибудь Ну этого прокачивать Давай Хрияма Маленький тоже Да Мне кажется Тоже Проще купить игру На каждом аккаунте По игре Жесть Что надо заморочиться Так как В общем Не нравится У меня такая идея Мне кажется Действительно Проще Там Не знаю Картридж себе достать Или Типа Я его победил Еее Ну что Все Тогда Вопросы кончились Давайте заканчивать Сегодня Значит Напоминаю Что у нас Новогодние праздники На летсплей канале Завтра уже выйдет Летсплей по новогоднему Вигару Который уже смотрят Спонсоры еще с пятницы И Да Летсплей будут выходить Я буду стараться По крайней мере Каждый день Насчет обычных видосов Но у меня есть парочки Я не знаю Когда я их сделаю Все таки Хочу немножко Тоже поотдыхать На выходных А то иначе Можно да Так и выгореть И все такое В новом сплатфесте Наверное буду участвовать Посмотрим Купился лего фильм Думал что покупка не получится Ну хорошо 1700 очков сплату не набрал Ну это круто Заразно Ладно Ну вот И Спасибо значит что смотрите Подписывайтесь на канал Если вдруг еще не подписаны Подписывайтесь на телеграм канал Или вконтакте Если хотите чтобы новости Актуальные выходили Плюс читать вещи Которые Ну я иногда пишу Какие-то мнения об играх Или новости Которые Ну для видео маловато Либо долго делать Так что тоже подписывайтесь Ссылки есть в описании Также в описании Есть ссылки на Самые важные видосы И всем спасибо Следующий стрим Будет во вторник В 7 вечера По московскому времени С вами был Денис Мейджор До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok